Паша, у тебя говнотренинг. У меня в школе учится внук Пабло Эскобара. Блин, Паш, день до хера? Чувствую себя, ну, очень отвратительно. Курение меня убьет, я дебил. Вот, а я вот все, меня больше теперь ничего не штырит. Что будет, если забить хер? А, Гарьянов все огнем задолбало, продаю бизнес. Я продаю своим сотрудникам идею, чтобы они не росли. Что в конце сказать, чуваки? Давай, знаешь что, ответим на несколько вопросов из телеги. Да, друзья, подпишитесь на телеграм-канал, ссылка будет в описании, здесь где-то появится QR-код. И часто гостям наших подкастов можно заранее отправить свои вопросы, я их задам, как сейчас. Мы еще выведем скрины на экран. Вопрос такой. Приветствую всех, мне было бы интересно узнать, как уже в школьном возрасте понять, куда двигаться. Сам я определился, вот мой братишка заканчиваю 9 класс. Пока думаю его в IT отдать. Вот такой вопрос у человека. А значит, пока думаю его в IT отдать... Тут сразу есть... Да. То есть, это что такое? То есть, это у него есть пожелание, как ему лучше в жизни реализовываться. То есть, проекции какие-то. Если это его проекция, он хороший IT-шник, он видит там маршрут, мы должны сразу сделать поправку, а брату или кому он хочет помочь, нужно ли это вообще или нет. У нас есть очень такой классический пример, который я регулярно рассказываю. Я когда учился в бизнес-школе, научный руководитель Мороженков, Владимир Алексеевич, он такой дядька очень реализованный с точки зрения экономики, финансов и очень сильный такой профессор и вообще как личность по жизни очень реализованный мужчина. Вот у него есть дочка, вот Маша. Значит, она в какой-то момент пришла на предназначение, прошла весь тренинг и в конце мне совершенно спокойно говорят, Паша, у тебя говнотренинг. Я говорю, спасибо, Маша, тебе особенно приятно слышать, с учётом того, что я знаю точно, что это дочка моего научного руководителя. Я говорю, Маша, можешь как-то пояснить, раскрыть вообще в чём дело? Она говорит, ну конечно, я пришла с конкретным запросом. Мне в микроэкономику, в макроэкономику или в финансовую? То есть, что я буду в бухгалтерию или может быть какие-то крупные сделки, ну или может быть я в Эрнст-Эльянг пойду работать аудитором. Говорит, я хотел определиться как-то, пришла к тебе на тренинг. Говорит, и что? Вот я делаю упражнения, от чего я заряжаюсь, короче, картины. Чему готова жизнь посвятить? Искусству. А где мое место силы? Галерея. Кто мой кумир? Микеланджело. Ну где здесь хоть одна подсказка о том, в чём моё дело жизни? Весь зал, естественно, хихикает. Такой типа, а, Маша, действительно непонятно, то есть, ну что твоё? Вот она такая, ну конечно, ни одной подсказки мне в микроэкономику, в макро, как бы, или финанс. Вот, действительно, говорит, ну потому что у тебя говнотрейка. И что самое интересное, она в сердцах, короче, кидает тетрадку и уходит. Вот, с этими там, с наработками по тренингу. Вот, реально уходит, вот, потом уезжает в Китай, вот, в Китае пробует работать репетитором по английскому языку, там, кем-то ещё, короче. А у меня у нас есть отзыв тоже на Ютубе, где она рассказывает от первого лица эту историю. Вот, и она говорит, я, говорит, убегала, как могла, говорит, вот этого, там, от своих мыслей о том, что вот я, там, художник. Почему убегала? Вот, потому что её папа очень авторитетный для неё человек, показывающий маршрут, да? Как там этот сейчас парень пишет? Хочу отдать в IT, да? Вот, рассматривай. Пока думаю в IT. Пока думаю отдать в IT. Значит, в случае с Машей, её папа, всегда Маша говорила такую фразу. Маша, будь экономистом, не будь дурой. Прокачай сайт с GoGetLinks, биржей вечных ссылок с гарантией. Самые лучшие авторитетные площадки для продвижения твоего сайта в России и за рубежом. Соответственно, у Маши было два варианта развития событий. Да, два варианта развития у Маши, да? Значит, либо экономист, либо дура. Либо дура, да. Ты уж определись, Маш, да? Вот. Ну, и она, как бы, видя прекрасный пример отца, который действительно показывает очень крутые результаты в жизни, очень авторитетен, действительно силён, да? Возможно, в этом сейчас вопросе мы слышим сейчас как бы подсказку от хорошего IT-специалиста, да? Который знает, да, что там много денег, будущее, он видит маршрут, у него есть детализация в этом поле. Вот. Ну, и, собственно говоря, там, Мороженков также себя вёл по отношению к своей дочери. Вот. И, значит, в какой-то момент Маша понимает, что... Она ещё так говорит. Она говорит, я, говорит, как представлю, что моё будущее – это Excel-таблица. Вот. Говорит, я, говорит, прям понимаю, что мне тут же хочется стрелиться. Вот. Говорит, я, говорит, прям вот, ну, всё. Понимаю, что надо возвращаться, говорит, в Китай. Я, говорит, не нашла тоже там своя реализация. Вот. И, говорит, я, говорит, как-то подсобрала свои вот эти вот, ну, портфолио, вот, и пошла, короче, куда-то там отдала, вот, ну, рискнула, ну, вот вспомнила, говорит, про вот Пашин предназначение, говорит, и отдала куда-то там вступительные какие-то экзамены. Говорит. И, говорит, удивительно. Меня, говорит, сразу взяли без экзаменов, предложили, говорит, какую-то стипендию в британскую школу дизайна, даже предложили куда-то поехать, короче, но я поехать не согласилась. Но меня взяли сразу ещё вот в этот университет, говорит, и говорит, как это все закрутилось, и я смотрю, меня везде приглашают, и она дальше начинает развивать эту тему, и она говорит, я очень переживала, что скажет папа, потому что для папы рисовать что ли будешь, что ты сейчас будешь делать, и в какой-то момент Мороженков говорит, я обнаруживаю, ну а мы так общаемся, и он говорит, я обнаруживаю дома, говорит, Пашка, прикинь, она дома в полотенце рюмки молотком колет, я такие глаза делаю, я это увидел, и поехал в ее институт, приезжаю к профессорам и говорю, слушайте, вы что там с моей дочерью делать, я ее застал, она в полотенце ломазит по рюмкам каким-то, бьет посуду, а ее научный руководитель уже там, в этом институте, говорит, пойдемте, я вам покажу, у нее дипломная работа, история советского серванта, она, короче, разломала его на части, потом склеила так немножко криво, вот, и поставила туда битую посуду, тоже склеенная, да, и рассказывает о том, что в каждой советской квартире есть советский сервант, где люди хранили, вот, и дальше он начинает рассказывать, и дальше он, короче, Мороженкову рассказывает, говорит, послушайте, ваша дочь, говорит, гений, она, говорит, здесь выигрывает, все, говорит, конкурсы возможны, говорит, с этой дипломной работой, вот у нее будет первое место, говорит, она сейчас делает, говорит, вы позвольте ей заниматься любимым делом, на что он делает так, ну, окей, и дальше Маша, когда она там нам отзыв дает, показывает, короче, выставку, и она говорит, сбылась моя мечта, говорит, я, говорит, когда на тренинге себе рисовало будущее, где я реализована, любимым делом занимаюсь, говорит, я мечтал, что однажды мой папа придет на мою выставку, будет смотреть на мои картины или предметы искусства и скажет, вау, дочь, да, кайф, ты молодец, говорит, и вот она, говорит, была две недели назад, говорит, и мой отец пришел, говорит, и мои друзья, это, говорит, был самый счастливый момент в моей жизни, говорит, и она, говорит, вы знаете, как по лезвию ножа прошла, говорит, то есть вот еще бы немножко, короче, да, как бы похоронила бы там дальше за свою жизнь. В поисках своей ниши хочешь узнать, как найти свою аудиторию? Создай лендинг, сайт-визитку, либо полноценный сайт. Это удобный способ проверить гипотезу, запустить бизнес, либо повысить доверие к существующему бизнесу и бренду. В своей практике я перепробовал, наверное, все существующие конструкторы сайта и могу порекомендовать вам функциональный и простой в освоении конструктор Крафтом. Почему именно Крафтом? Крафтом это отечественный конструктор, который никогда не уйдет из России, и для его оплаты вам не нужна зарубежная карта. У Крафтом очень доступная цена от 159 рублей в месяц, а для моих зрителей есть бесплатный пробный период, но об этом в конце. У конструктора много тематических шаблонов и различных блоков, поэтому вы быстро сможете запустить сайт без дизайнеров и программистов. Ну и приятные бонусы, круглосуточная поддержка, высокая скорость загрузки страниц и дизайн-блоки, с помощью которых вы сможете реализовать любую свою дизайнерскую идею. Попробуйте Крафтом и запустите свой сайт уже сегодня. А по промокоду Шестаков получите 30 дней бесплатного доступа ко всему функционалу конструктора. Просто пиши этот промокод в онлайн-чате на сайте krafting.com, либо в любой социальной сети конструктора. Запускайте сайты быстро и успехов вам в ваших бизнес-проектах. А я потом Марыженко спрашиваю, Владимир Алексеевич, это вот как раз к вопросу об этом. Неужели не видно было, что дочь, короче, не экономист, короче, ну вот она там, ну, рисует там что-то. Говорит, ты знаешь, говорит, был шанс, был шанс, говорит. Она, говорит, на уроках, частенько, вместо того, чтобы там уроки слушать. Она, говорит, рисовала голову лошадей. Говорит, ну, мы отдали ее в конюшню. Походу батя просто тролл. Просто затроллил. Да. Нормальный тип. Да. Мне кажется, что он просто троллил ее лет пять, чтобы потом сказать, ладно, рисует эту картину. Ну, вот так. Походу он троллил. Да-да-да. Так что этому парню, который хочет отправить его в IT, мы посоветуем. Прочекай, что человеку надо. Да-да. Смотри вот дневник хотя бы. Да, может. Там тройки по физике, математике, тригонометрии и прочее. Да, может там голову лошадей рисуют сейчас, да. Да. Знаешь, сейчас интересный вопрос. Он звучит так. Как победить творчество и сосредоточиться на чем-то одном для максимизации КПД? Когда хочешь и умеешь дофига разного. Так, то есть очень разнообразный набор. Наверное, многое прет. Многое прет. Я могу и рисовать, и рилс снимать, и сказки писать. И ходить. Например. И кодить, например, да. И иногда крестиком вышиваю на шортах маленьких котят. Так, значит, и что тогда? И какой вопрос? Как сосредоточиться на чем-то одном, чтобы... А выбрать, да? Да, КПД повысить в этом деле. А, понятно. Значит, ключевая подсказка, когда много разных опций, много разных вариантов, это фигура, в которой это все собирается. Помнишь, я говорил, что в технологии есть, сначала энергию подсобрали, подготовили личность к развитию, потом перешли к исследованию себя, исследовали мотивы, видения, таланты, систему ценностей, расписание подобрали. И после этого сделали проект. Значит, основное решение, когда очень много всего разнопланового, это, внимание, проект одной личности. Предположим, этого человека, который нам задает этот вопрос, зовут Маша. Надо спроектировать не отрасль и не направление, а надо спроектировать Маши. То есть, сколько этой Маши и в каком объеме чего вообще нужно. Возможно, ей нужно не фокусироваться, а иметь два-три направления, которые ее будут балансировать. И она с утречка, я не знаю, бармен, к вечеру она, не знаю, шьет или что-нибудь еще, потом она в детском садике работает, и нам надо спроектировать счастливую Машу. То есть, сместить внимание из разных направлений и отраслей на проект под названием «Человек, вот эта личность». Сколько она времени проводит в этой роли, в этой и в этой. Возможно, там будет что-то доминировать. Одно, например. Маленькое хобби по субботу. Или, как мы с тобой говорили, хобби в одном месте, работа в другом месте – это два больших кита. Вот как у меня девчонка на обучении, она здесь в Москва-Сити делает ивенты, а тут у нее яхты. Гоняются в Турции. Может быть, есть какое-то основное направление, как у тебя бизнес основной, плюс какой-то формат хобби, типа я делаю YouTube. Творчество. Да, творчество. Плюс я, может быть, на FPV-дронах летаю иногда. То есть, какой-то свой наборчик. И задача какая? Где все это в единость собирается? Когда мы представляем себя через год, дальше ты берешь себя и задаешь себе вопрос, чтобы я был с собой доволен. В каком объеме и что мне действительно необходимо? Сколько мне надо минут на семью, сколько мне надо на спорт, сколько на FPV, сколько на YouTube, как выглядит моя ролик, как я выгляжу, во что одет, о чем думаю, что чувствую, кто мое окружение. И проектируешь не нишу или отрасль, а себя счастливого и довольного с собой. Сколько сплю, где, с кем, когда, ем, сижу за столом, задаю вопросы, камеры включаю, потом монтирую, потом SEO настраиваю. То есть, сколько и чего мне реально надо. Проектируешь. Хорошая новость. Там быстренько количество всяких надуманных отраслей отстрелится. Естественно. То есть, если я себя создаю в будущем, я могу эту шкурку на себя примерить. А вот себя я создаю, внимание, одного. Вот там как раз происходит схлопывание вот этих всех сложностей, типа у меня есть много разных всего. Себя создай из хороших новостей. Я же главный заказчик, я же себя хорошо знаю, мне же не обмануть. То есть, я для себя же делаю, мне нет задачи как-то обхитрить и сказать, типа, а вот это вот... Нет, ну сколько тебе этого надо? Добавь в этот супчик, в этот коктейль, этого ингредиента. Хочешь немножко перчика, огурчиков, соли? Сколько тебе надо? Собери. И любой шедевр был создан дважды. То есть, создай шедевр своего расписания, своих активностей, насколько педаль газа нажата, с кем общаешься, спроектируй. И тогда вот этой точкой Б и адресом, куда я себя двигаю, это будет не отрасль, направление или там сфера, которая мне нравится, а фигура, которая счастлива по тому, что и дальше там у каждого свой набор. Аллоцирует время в набор отраслей, ниш, либо в одном. Именно так. Поэтому возьми листочек, разрисуй, просто нарисуй, что бы ты хотел через год, что бы тебя пёрло, потому что какие-то занятия точно отвалятся. Да-да-да. То есть, себя создавайте в будущем. Не отрасль выбирайте нишу, а комплексно себя через год и прям перепроверяйте. Я доволен с собой или чего-то хочется поправить? У меня много сервисовиков подписано, и вот один из них задает вопрос. Не знаю, как быть, если работа, в моем случае всего специалиста, попросту надоела, нежелание этим заниматься, приходишь к выводу, что нужно пробовать что-то новое. Только как узнать, что интересно? Как вообще выбрать правильное направление и не разочараться в своем выборе? Тем более, когда есть страх не найти работу по новой специальности, а время и деньги потрачить. Ну, это комплексный вопрос как раз, да? Значит, первое сразу воспоминание, да, и отсылка к предыдущей нашей беседе о том, что не надо убивать дойную корову, не надо сразу увольняться. Все же дальше. Да, все же дальше. Просто выбери, чтобы там, где минимум времени, максимум отдачи. Проекты на поддержке. Да, проекты на поддержке, то есть что-то такое, что действительно более-менее понятно, просто и эффективно дает отдачу от КПД. Это первое. Не надо увольняться. Второе. Надо провести некое исследование. Сразу напоминаю о том, что это предстоит делать в хорошем энергетическом состоянии, то есть убедиться, что зуб не болит, и, короче, выспался, и вот нормальное состояние. Руль на себя. То есть я создаю пространство, а не я жертва, там, не знаю, обстоятельств. То есть это очень важный показатель. Мы его обязательно прокачиваем. Потом решение, а не отмазки. То есть задача будет подготовить себя к тому, что я буду выбирать из потенциальных решений. Не почему у меня не получится быть крановщиком, нефтяником, потому что все по связям, и вот это здесь уже не работает, и тут лид подорожал, короче. Нам интересует не то, почему не получится, а надо немножко потренировать мозг, чтобы я был готов к развитию, та самая нейропластичность. Исследовать себя. Сначала подготовился к развитию, а потом исследование себя. Этому человеку даем подсказку. Если состояние более-менее нормальное, и я готов к развитию, это, кстати, камень преткновения. Вот здесь в основном тебе проблема. Но, предположим, он здоровый. Он понимает, что от меня все зависит, я причина. Он понимает, что мы ищем решение, а не отмазку, почему не получится. И у него достаточная нейропластичность. То есть, ему не 70 лет, а, допустим, 37. И вот пять времен предназначения. То есть, где искать подсказки, что действительно мое. Значит, первое – это до рождения в генетике. От осинки, говорят, не родится апельсинка. То есть, заглянем, кто там в роду. Если там фамилия Трамп, то одни предрасположенности. Если Иванов, то другие. Если Чи, то третья предрасположенность. Если Мохамедов, то там какие-то есть свои предпосылки из рода. Нет прямой отсылки. То есть, типа, если все в роду слесаря, то я тоже слесарь. Но учитывать родовые предпосылки – очень хорошая идея. Может работать. Не просто может работать, а вот прям отвечая на вопрос. Я тебя задаю и прям отвечаю. Значит, можно ли, например, чернокожего переделать в белокожего? Технически да, но нет. Технически да. И у нас есть примеры. Но, мягко говоря, это не по предназначению. Поэтому, отвечая на вопрос – могу ли я оторваться от своих корней и к осине привить апельсин – можно. Тут такой вопрос. А если у тебя предки были, например… Ну ладно, кузнецы обычно, там генетика именно мускулов были, не знаю, крестьянами, потому что другого ничего не было, надо было выживать. Не по предназначения просто потому, что выбора не было. То есть, два поколения. А у тебя, например, крутой слух, но никто никогда не имел экономической возможности протестировать. И у тебя вообще другие гены. То есть, все ошибались – предки. Такое же тоже бывает. Такое тоже бывает. Просто такое бывает гораздо реже, чем когда у тебя семья музыкантов, и ты вдруг музыкантом родился. То есть, это… Оно может… Да, большой вес имеет. Не стопроцентный, ты абсолютно прав. Это же 1 пятое. То есть, достаточный вес какой-то. И очень хорошая идея изучить вообще, что за корни. То есть, кто у меня в семье, почему у меня белая цвет кожи, почему я по-русски говорю, как мы были воспитаны, мою систему ценностей и так далее. Вообще исследование из себя своей предыстории. Вот если мы в какой-нибудь королевский род зайдем, а уж тем более всякие семьи, которые владеют в поколениях крупными бизнесами или по роду парадословной королевская кровь, то они зачем-то помнят вообще очень долго всю свою предысторию. И там очень такое правило важное – помни, кто ты. Это наследие, культура, мои предрасположенности, они отчасти от моих предков. Конечно, не стопроцентно. Окей. Вторая часть – это от даты рождения до сегодняшнего дня. Психологи очень любят копаться в этом сегменте. Это вот как раз мой опыт. Нам, твоему подписчику, мы посоветуем поспрашивать, что у него в опыте положительного, интересного. Какие у него были самые лучшие оценки в школе? За что? Что? Не плохие? А вот где у него легко получалось? В кайф какой предмет? А какой был плохой? Чтобы было понятно, о чем речь? За что у него грамоты? Чем он с детства обожал заниматься? Как он восстанавливался, наполнялся? Что у него были хобби любимые? Как со стороны его оценивали? Как называли? Какие-то, может быть, клички, бонусы? Всегда было понятно, что он… То есть, извне, как это видели, какие он первые деньги заработал? Какие самые быстрые деньги? Какие самые кайфовые деньги? То есть, это было в кайф, он там зарабатывал. Когда он заработал самые большие деньги? То есть, поисследовать себя с точки зрения доходов, благодарностей, наград, грамот внутреннего состояния. То есть, некое исследование себя на период от даты рождения до сегодняшнего дня. Окей. Это второй ларец. Там тоже очень много красивых конструкций, которые могут быть сегодня полезны. Дальше в моменте, прямо в сегодняшнем дне, есть телесная реакция. То есть, когда у меня звонит телефон, позволь, я твоим воспользуюсь, да? У меня звонит телефон, я анализирую свои телесные реакции, как они выглядят. Если там что-то для меня привлекательное, то это «к» – приближение. То есть, если там что-то такое эмоционально для меня интересное, наполненное, моё, то я делаю так «алло» и так притягиваюсь. Кто-то может обнаружить другую реакцию. Звонит клиент, а ты отсел уже очень устал, и он ещё такой не очень. Ты делаешь так «душный». И вот это отодвигание «от» во всех смыслах – это подсказка, что не там надо искать. И предстоит искать в тех местах, где я «к», «к». То есть, там тело вот так он делает. То есть, я туда раскрываюсь, приближаюсь, вот эти нюансы. То есть, в моменте телесной реакции очень хорошая подсказка. Я оживаю, разгораюсь, приближаюсь к этому объекту, проекту, человеку, идее, ниши и так далее. Ну, как определить моё, не моё – это притяжение. Или я, наоборот, всё время и прихожу в офис, у меня клавиатура, и у меня этот болевотный рефлекс. Я вроде научился его сдерживать. И мне его платят за это. Но вот это сглатывание постоянное такое… Он в какой-то момент становится очень сложным. Если ты умеешь хорошо этот рвотный рефлекс подавлять, то тогда очень много работы, которая тебе подойдёт. Потому что ты умеешь не обливать, вовремя на клавиатуру, терпеть. Но это не про предназначение. Если наоборот, вот это ощущение, вдохновение и так далее, то исследуй, где оно. И тело подсказывает. Просыпается лучше, мыслей больше, вот это притяжение к энергии больше. То есть, прям телесные в моменте сигналы. Короче, замечаете, ребята, когда что-то прёт, вы это заметите, что прям радостно. Прямо заметите. А иногда бывает, что тебе что-то, когда нравится, у тебя большая часть жизни одному посвящена. Да. И вдруг ты чуть-чуть попробовать. Да, классно. Маленькое вкрапление появилось, но как чёрная дыра начинает раскрываться, когда ты в эту нишу заходишь, либо в это занятие. Подсказка. В этот момент фиксируйте и допустите, что это вообще возможно дальше как-то развивать. Потому что первое, что в голову приходит, не, ну это не может быть моим бизнесом, работой, карьерой. Ну, обожаю я балалайку. И что? Вот я спать люблю. Павел, а что если я учиться люблю? Или кино смотреть, по ресторанам ходить? Ну, футблогер. Абсолютно верно. Абсолютно верно. То есть, если профессионально подойти, то даже если я в клубах тусуюсь ночами, ничего кроме этого не делаю, даже там полноценная реализация. А в моём-то случае я наблюдал такие кейсы, которые просто за гранью. Типа обожаю спать. И у меня есть приятель Миша Радуга. Мы с ним раньше на телеке прилично выступали на предмет осознанных сновидений. Так он на снах всю свою жизнь построил. Я недавно бошку просверлил, и туда чип какой-то вживил. Для того, чтобы попробовать это, типа, осознавать себя во сне, там, в телеке. Вообще отторвано. Абсолютно отторвано. Он сейчас в Америку поехал там с этими исследованиями своими. Нейролинкном во втором жизни. Да, типа такого. И вот он, короче, понимаешь, вот он всю жизнь построил на том, что он обожает сон. Он называет это фазовыми состояниями. Глубокий сон поверхностной фаза, да. Вот он там книги на эту тему пишет. Спать он любит. Спать. То есть предмет и его ниша – это сон. Явно небесный. Ну, мягко говоря. То есть Мишка, ну, очень реализованная личность. Причем он больше всего небесный даже не столько в деньгах, сколько уровень его приверженности, реализации, упорства, ну, он зашкаливает. Но когда с ним общались в прошлый раз, я ему говорю, типа, Миша, смотри, миллион долларов, и ты сегодня прекращаешь, вот, или там, типа, сто миллионов долларов, ты сегодня прекращаешь заниматься тем, что делаешь. Вот, и твоя жизнь полностью обеспечена, ты можешь делать все, что угодно, но ты прекращаешь заниматься своими осознанными сновидениями. Вот, или я у тебя сейчас все отбираю, квартиру, машину, вообще все, что у тебя есть, все твои книги, вот, и у тебя вот только тот рюкзак, с которым ты прямо сейчас сидишь, короче, ты идешь бомжевать под мост. Вот, он так оборачивается, такой, говорит, где мой рюкзак? Ну, вот. Очевидно, что это происходит. Да, то есть моментальный ответ из разряда, типа, ты что, Паша, ну, где мой рюкзак, короче, я пошел под мост, дальше разберемся. Вот, то есть, ну, вообще… Вот это прям лахмусовая бумажка, что чувака это прямо, он не готов променять это. Конечно. Потому что понимаешь, что… В ставке, да. Жизнь его будет… Самый высокий. Фруктовый кефир. Да, 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 да. Итак, значит, генетика – раз, опыт – два, телесная реакция в моменте – три, да, то есть, вот я прям четко чувствую вообще, что вот, ну, мое – не мое. И, оказывается, может, градусник воткнуть в себя и замерять, да, где вот, ну, мое, где не мое. Вот, дальше, мы много раз сегодня говорили про видение, то есть, от сегодняшнего дня до даты смерти есть небольшой кусочек, там, лет 30 примерно, допустим, да, вот, то есть, там, берем, там, своего старика, который долго там прожил, да, вот, допустим, там, моя бабушка 90 лет, да, дай бог ей там еще прожить, она, может быть, рекорд мне покажет, да, вот, ну, вот, допустим, сейчас у меня есть прецедент – до 90 лет дожила моя бабушка, и, дай бог ей еще какое-то время, да, вот, наслаждаться жизнью, если это возможно вообще, да, там, ну, в возрасте, надеюсь. Вот, значит, вот мне, допустим, там, 40, ей там… Значит, у меня есть, ну, максимум, там, ну, лет 50. И дальше вот на этом периоде те самые картинки, которые мы говорили, где я счастлив и доволен собой, то есть, сесть и спроектировать, порисовать картины и задать себе вопрос – оно, не оно, мне что, на яхтах ходить, и тогда я счастлив, или мне в ютуберной сидеть, короче, и вот видеоролики писать, и тогда я счастлив, с интересными людьми общаться, вот, или я книги создам, по которым люди будут себе дело жизни находить, или, может быть, я сейчас такие рилсины снимаю, что это куча народу будет веселить, у меня будут улыбки, взлет, охваты, и все такие – вау, он гений, да, какие-нибудь, там, не знаю, там, картинки буду рисовать красивыми нейросетями. То есть, я выдумываю себе в будущем какой-то магнит, какой-то, знаешь, образ, который меня прям манит к себе, да, вот, и если я способен этот образ создать, то это подсказка твоему читателю, вот, ну, прям сядь и попроектируй. Вот, еще раз напоминаю, любой шедевр был создан дважды. Если мы хотим красивый дом, то сначала мы садимся за лист бумаги, короче, и проектируем, там, пишем проект, рисуем его, или если мы делаем IT-приложение какое-то, то мы сначала берем, там, скрины, там, ну, короче, делаем сначала проект красивый, да, прототипы там и так далее, вот, а потом туда аккуратненько гребем, и это достаточно длинный маршрут, пока мы этот прототип в жизнь воплотим. Здесь абсолютно та же самая технология. То есть, создай сначала прототип, этот шедевр, только по имени, и дальше свое имя пусть подставят, да, то есть, как он выглядит вот при его исходных данных, и у всех они свои, да, создал этот прототип, и дальше к нему тогда имеет смысл гребсти. Вот, и последняя подсказка – это, что останется после меня? Значит, что это за подсказка? Это вот тоже очень интересно. Значит, смотри, значит, генетика – это до рождения, да, потом от рождения до сегодняшнего дня, потом в моменте вот сегодняшний день, потом от сегодняшнего дня до до даты смерти, вот, и вот, ну, после меня… Наследие. Да, наследие, правильно, что я оставил? Значит, наследие – это что такое? Это вот я больше, чем я сам. Что это означает? Вот этот стакан, он вообще не стакан. То есть, если мы сейчас заходим туда, в такую комнату, где людей нет, например, в свинарник, вот, и ставим его рядом со свиньями, во что превращается стакан? В грязный стакан. Во что-то, во что можно, может быть, носом там играть, может быть, даже порезаться об него. То есть, для свиней это вряд ли стакан, да? Теперь дальше смотри, я сейчас беру, и вот у нас тут соседняя улица Либертадор недалеко, да, там улица Свободы, грубо говоря. Беру сейчас и этот стакан ставлю на улицу Свободы, на дорогу. Теперь это что? Стакан стопудово, люди заберут его. Нет. Я думаю, с большой вероятностью, на него кто-нибудь наедет и может... А, на проезжий час? Да, понятно. Осколки? Да, осколки, да. Это теперь вредная уже штука. На крышу сейчас ставлю, и это уже опасный мусор, понимаешь, который может ему что-нибудь навредить. Итак, обрати внимание, стакан, где становится стаканом. В среде, где он стакан. Правильно. В моей голове, где я эту конструкцию стаканом назвал. Кстати, здесь это тазо или васо на испанском. Уже не стакан, да? То есть, на испанском это будет по-другому звучать. Значит, вот эта конструкция стаканом становится только в голове смотрящего. Что это означает? Он свое предназначение без потребителя не способен отработаться. Нет. Задумка творца без клиента на твои услуги невозможна. Ты со своим вот этим ютубом и монтажом никому не нужен, если нет смотрящего. Вас, дорогие подписчики. Да, именно вот вас, дорогие подписчики. Именно вас. Да, то есть, если сейчас никто не смотрит это видео, мы какой-то ересью заняты. Просто сожгли время. Загрязняем эфир, короче, портим вот этот мир там, да, своим каким-то мусором, там, не знаю, каким-то камерами, электричеством портим, жжем все. Да, то есть, ну, лишними делами. Стоподобно. Да, поэтому только потребитель делает тебя тобою. Назовет тебя блогером великим, там, сеошником крутым и так далее. Если клиента нет, который потребляет твой продукт, да, то, что ты способен оставить после себя, то, мягко говоря, твое предназначение отработать невозможно. Вот это что означает? Что, задав себе вопрос, частью чего большего я являюсь, кому или чему я служу, только тогда ты можешь себя определить. Поэтому твой клиент и твой потребитель, это на самом деле твой создатель. То есть, он, как бы, только он способен увидеть твою ценность. Без потребления, ну, как бы, ты хоть лучшие пирожки делай, но если нет кого-то, кто их скушает, ты скажешь, ну, надо же, вкусно. Это все мусор. Ты мусор, ты перевел продукты, там, ну, короче, это чем-то не тем. Вот. Поэтому подытоживаю. Значит, генетику проанализировал, кто я в роду, опыт свой от даты рождения сегодняшнего дня, посмотрел свои телесные реакции, да, на что я реагирую, когда там, когда просыпаюсь, когда засыпаю, да, порисовал будущее красиво, да, образ, в котором я себя реализую, и задался вопросом, я кому или чему служу, кто есть мой клиент, в какой форме я могу свое предназначение в мир отдать. Тогда я могу свое предназначение отработать. Да, если я вот это все проанализировал, послушал себя, перепроверил, то ответ на вопрос, кто я или куда я, он будет. Друзья, на моем канале выходит много интересных подкастов с предпринимателями и такими интересными людьми, как Паша, поэтому подпишитесь, прожмите лайк и оставьте коммент. Ваши лайки, комменты непременно продвинут это видео в рекомендации. А мы продолжаем. Друзья, и у меня к вам подсказка под финал нашего с вами выступления. Если вы что-то ценное для себя открыли, очень хорошая идея, хотя бы одной фразой зафиксировать это для себя в комментариях. А если вы знаете кого-то, кому сейчас это ценно и важно услышать, вы сейчас подумайте об этом человеке, вспомните его имя и отправьте ему ссылочку, пускай посмотрят, обсудите с ним это, и ваше окружение станет крепче, и вы больше сможете воплощать жизнь, а не только смотреть что-то ценное, что для себя забрали. Я, по крайней мере, у себя в методологии запрещаю убийство дойной коровы. Что это означает? У меня как раз записан вопрос. Какая стратегия при переходе от одного дела к другому? Ты прям поймал. Итак, какая стратегия при переходе? Значит, первое, очень важный критерий. Запрещено убийство дойной коровы. Что это означает? А, гори, оно все огнем задолбало, продаю бизнес или вообще бросаю, короче, вот это все. Очень скоро финансовая подушка застает вспомнить о базовых потребностях. И вместо того, чтобы искать дело жизни, пойдешь вагон разгружать, потому что нечего есть, и предыдущий уровень жизни не поддерживаешь. Провальный эксперимент. Провальный. То есть, очень сложно. Лучше не так. Значит, дойную корову отжимаем до некого минимума по количеству усилий максимальному КПД. То есть, я оставляю на себе, допустим, я в найме работаю, или у меня мой старый бизнес. Значит, я закручиваю все гайки, чтобы бизнес минимально генерировал прибыль или как-то работал при минимальном моем усилии. То есть, сохраняю дойную корову и свои старые компетенции никуда не выкидываю. То есть, очень важный нюанс, это как бы перейти в этот режим кактуса такой. То есть, я так поджался, вот меня надолго хватит, и обеспечить себе пространство для поиска вот этих маневров красивых. Может, я диджей, может, я блогер, может, я еще кто-то. Итак, первая самая важная история, не убивать дойную корову. Вот эти все официант увольняется с работы под носом менеджеру по башке, некрасиво. То есть, спокойно работаешь, минимум делаешь для того, чтобы на еду хватало, потому что это базовые вещи, а иначе придется другими задачами заниматься. Потому что поиски вот этих тонких аспектов, чтобы глаза горели и деньги были, это все-таки определенный уровень развития. То есть, если зуб болит, то об этом не думаешь. Вторая часть какая? Мы не уходим в какую-то одну деятельность агрессивно. Что это означает? Не кладем все яйца в одну корзину. То есть, когда я со своими клиентами работаю, мы сначала подсобрали энергию, докрутили вот этот базовый фундамент развития. То есть, базовая вещь вообще не про адрес. Типа, что я от первого лица с зеленым маркером в голове, нейропластичность прокачали, энергию подсобрали, такие фундаментальные вещи. И вот выходим на поиски гипотез. Значит, когда мы ищем гипотез, мы всегда их ищем несколько, включая консервативный сценарий. Что это означает? Может быть я диджей, может я блогер, может я писатель или оставлю как есть. Причем вот это оставлю как есть рассматриваем как базовый сценарий. Что это означает? Не наверняка я должен, а только в случае запаса вот этой вот энергии сил я пробую этот эксперимент. Что это означает? Я люблю свою предыдущую работу, и с этого мы всегда начинаем. Что это означает? Человек говорит, ну я ненавижу свою работу, я не люблю. Если бы ты ненавидел, не любил, и тебе это плохо давалось, ты бы ушел, выбираешь. Ты бы давным-давно бы все брали. Хватит себе врать, что ты не любишь там, не знаю, свою работу оператором, свою работу там блогером, свою работу в бухгалтерии. Хватит себе врать. Знаешь, на что похоже? Я курю и ненавижу курение. Курю. Это вредит моим легким. Я дебил. У меня слабая воля. Я себя уничтожаю. И детям моим я точно накажу, чтобы они никогда не курили. Не допускайте моих ошибок. Курение меня убьет. Я дебил. Вот это вот все. Либо ты кури и наслаждайся. Не хватит себе врать, что я херней занимаюсь. Если уж ты куришь. Либо если ты решил бросать и заниматься здоровыми легкими и пить воду вместо сигарет, ну так ты возьми стаканчик и попей воды. Вместо того, чтобы объяснять себе, что я курю, я дебил. Поэтому старую работу сохраняем. Минимализируем ее до того, что он на самом деле себя представляет. Свой бизнес или старую работу. А новую работу с любовью к старой, причем, внимание, если нарушить это правило и не начать себя любить или ценить и уважать за свои предыдущие наработки, то мы этот же паттерн перетащим в будущее. Что это означает? Я сегодня зарабатываю 50 тысяч рублей и очень с тобой недоволен. Мало. Так я хочу тебе сказать, что надо сегодня начать себя любить за то, что я 50 зарабатываю. Потому что если этого не сделать, то когда ты будешь зарабатывать 100, будешь ровно так же сидеть в депрессии и говорить, твоя мать, ну 100 – это ни о чем. Это только начало. Мне же надо 500. Ну так заходим в 500 и поехали. И как бы у тебя 5 миллионов, теперь яхта короткая. Будешь все время в депрессии жить. Более того, если захочешь депрессионовать, прямо напоминаю, Кочкин разрешил. На любом этапе у тебя яхта, миллион долларов и так далее. Есть тусовочка, куда приходишь и чувствуешь себя бомжом. И так можно всегда. Или наоборот. Если я хочу себя возомнить крутышом, идешь в деревню, где у людей семечек нет. Ты купил семечки, приходишь и говоришь, я крутой. Всегда можно себя над кем-то возвысить или наоборот себя где-то унизить. Поэтому нет задачи делать вид, что я крутой, или наоборот, я ничтожество. Есть другая задача. Трезвое осознавание себя, прицелился с большим уважением к тому, кто я и сейчас, и вообще чего я добился. Вот это самое важное. Это прям библейская заповедь. Возлюби ближнего. Как? Как себя самого. То есть, если я себя ненавижу, я на всех своих вокруг смотрю и точно так же распространяю это вокруг. Поэтому сначала любовь к себе и я, твоя мать, рыба. Ну, что уж тут. Думал, что, наверное, то ли пантера, то ли как у него ящерица по стенам могу лазить, есть же нормальные пауки, но плетут хорошие паутины. Ну, твоя мать, походу, просто рыба. Ну, вот первое, что предстоит сделать, это сдаться и сказать, знаешь, ну, всем-то можно врать, ну, самому-то в какой-то момент можно к зеркалу подойти и сказать, ну, ладно, вот что выросло, то выросло. Спасибо родителям, маме, папе, бабушке, дедушке. И из этого дальше уже строить рыбью самую лучшую реализацию. Вот она механика с любовью к себе. И из этого состояния мы смотрим гипотезы, то есть как лучше всего себе реализовать. И вот там как раз полноценная реализация, глаза горят, деньги, счастье. Прикольно, прикольно. Давай дойдем до конца твоей модели. Мы разобрали поиск мотивов, как достичь того, что ты... Видения, да-да-да, таланты. Таланты мы выявляем. Да, третье, это сильные стороны, да. Как выявлять. Ну, самое простое упражнение, пожалуйста, прямо сейчас можно сделать для наших там зрителей. Вот, вы просто берете блокнот, совершенно спокойно, сначала самостоятельно, последовательность именно такая, и выписываете 10 достижений. Чем гордитесь? Причем у всех это могут быть какие-то простые, там, в разных сферах, там, не обязательно, там, плевал косточку во дворе дальше, чем все остальные, да. Там, на велосипеде проехал, там, сто километров, там, выиграл олимпиаду, там, да, там, по химии, там, не знаю, в школе, да, там, обыгрывал всех шашки, там, так далее. Вот, лучшая девочка во дворе. То есть, ну, совершенно, ну, то, что я для себя считаю... Чего реально сам достиг. Да, я сам этого достиг, я прямо понимаю, что, блин, это для меня ценно. Ну, дай мне какой-нибудь примерчик, что ты достиг. Стал, наверное, руководителем департамента в крупной компании, на третьем курсе института. Отлично, на третьем курсе института стал руководителем там департамента. Так, еще что интересного? На четвертом возглавлял международную компанию. Во, на четвертом возглавлял международную компанию. Ну, допустим, и так далее, да? И так далее, да. Значит, теперь берем и задаем себе вопрос. А на... 10 пунктов выписали, вот, все, домашнее задание. Может, сейчас на паузу ставить, и выписали 10 пунктов, да. Причем обязательно карьерных. То есть, Это может быть, типа, в раннем детстве уехал из своей маленькой деревни куда-нибудь в Нью-Йорк, а потом следующее достижение из Нью-Йорка и вернулся опять в свою деревню, наконец-таки сложить наборчик. Да, допустим. То есть какой-то у вас свой наборчик. И теперь из этих пунктиков второй столбик. На каком ресурсе я это сделал? Вот почему ты на третьем курсе стал директором департамента? Ну, потому что хотелось заработать денег. Итак, первое. Хотелось заработать денег. Что за ресурс? Как я тебя переспрошу, интересно. А были ли в этот момент на твоем же курсе, в институте, вокруг тебя, окружение, еще огромное количество людей, которые хотели заработать денег, но не стали директорами департамента? Да, все абсолютно. Все абсолютно. Я только один из вас сделал. Тогда у меня к тебе вопрос. Значит, видимо, не этот компонент у тебя... Не деньги, а быть лучше других, вот мотивация была. Да, мотивация была быть лучше других, и я тебе второй вопрос задам. Даже знаешь так, что я смог, а вы не смогли, вот такая мотивация. Отлично. Я смог, а вы не смогли. А теперь внимание, вопрос. Я молодец. Были ли в это же время огромное количество людей рядом с тобой, которые хотели денег и хотели тоже доказать другим, я смог, а вы не смогли, и они не стали директором департамента крупной компании? Которые хотели и не стали? Да. Их было немного. Их было немного. Но ты один из тех, который таки стал. Да. Вопрос, почему? Именно поэтому. Потому что в конце сказать, чуваки, я сделал, а вы нет. Этого достаточно? То есть, был рядом другой парень, который тоже хотел всем доказать, но он вместо вот этого... Но он получил вот это, да. Он получил вот это? Было такое. Два. Да. Два. У меня к тебе вопрос. Ты от них чем отличаешься? У тебя какой есть ресурс, а у них не было? Умение договаривать с людьми, умение бить в одну точку, и умение понимать, с кем надо как общаться. И умение понимать, с кем надо как общаться. Всё. Да. Успели, отследили, записали. Поэтому мы с вами с тобой общаемся. Итак, внимание. Достижение. После этого мы тебе задаем вопрос. На каком ресурсе? Ну, и первое, что ты говоришь, конечно, хотелось денег. Мало ли, ещё кучу народу хотели. Все вообще. И это никак не привело. И даже желание доказать другому чувакам тоже было у многих. Но мы знаем по именам. Которые, короче... Которые получили. Да, в этот момент, да, извините, да. Вот. А я понимал, с кем как общаться. Я ещё вот это делал, вот это и вот это. Записали это в правый столбик, и у нас с тобой есть клад. Всё. Ты понимаешь, что ты юзал, в какие моменты жизни. Именно так. И мне кажется, что можно обнаружить, что сейчас ты юзаешь другое, в чём ты не силён. Именно так. А то забыл. А то забыл. И у тебя есть такой сундук с сокровищами. Который мы сейчас прям полазим. И почему детям не подходит? Потому что они ещё не сделали вот так. Потому что они ещё не стали главой компании. Они мечтают эксперименты. Мы туда не можем мою технологию применить. Нам надо эксперименты уже изучать. Там, где ты результат делал. И вот тогда мы можем выяснить, как ты это сделал. И накопать огромное количество для тебя конкретно. Гипотез там, да. Прямо обрати внимание. Для тебя конкретно работающих талантов. Талантов, да. Талантов. Окей. Твоих конкретно. Зафиксировали. Нашли таланты. Четвёртые. Правильно. Итак. Зачем? Как? Да. Виднее. На сильных сторонах. То есть рабочие мои. Причём никто не пошутил. Никто не справился. А я сделал. И ты в это не просто веришь. А в такой... Это пруф есть. Да нет синдрома самозванства. Нет никакого синдрома самозванства. Никаких вопросов. Ты говоришь. О. И я тебя переспрашиваю. Правда? И ты такой. Еще бы. Можно повторить. Можно повторить. Я это делал. И у меня есть в голове весь этот опыт мною прожитый. Было ли это просто. Я знаю, как это было. Я помню, как я общался с людьми. Они всем говорят. А я справился. Итак. Зачем? Как таланты? Следующая штучка. Стоп-фактор. Очень интересный. Называется система ценностей. И ты такой. Я хочу прибыльный бизнес. Кто хочет много денег? Я хочу много денег. Какой бизнес мне выбрать? Нишу. Мне пофигу какую. Главное, чтобы там было много денег. Ну все. Вопрос решил. Ну да. Торговлями. Торговлями. Максимальная маржа, короче. Процентов 98. Вообще, короче. Все. Отлавливаешь на улице, фургоны продаешь. По частям можно. Короче, масса разных способов. Все. Вот. Запикаем. Запикаем. Да, да, да. Все, короче. Вот, пожалуйста. Вопрос выбраннейший. Как бы определились. Почему не подходит? Выясняется. Есть еще один очень важный нюанс. Это, как ни странно, критерий выживания. Я его сейчас раскрою. Значит, в одно лицо я не способен выжить. То есть, если меня сейчас выбросить куда-то, там, на необитаемый остров, то я буду один и шнец и жнец и нудей и грец, я буду рыбу ловить, короче, разжигать костер. И вообще очень сложно выжить, а тем более в конкурентной среде. Вот. И появляется понятие племя. Или пара, партнерство какое-то, да, там, вдвоем, там, мужчина-женщина. Или два, там, предпринимателя, там, один в этом силен, другой в этом. И появляется разделение обязанностей. Но, как только мы с тобой договариваемся о разделении обязанностей, нам с тобой предстоит придумать правила, которые мы с тобой вдвоем будем соблюдать. Какие? Вот. То есть, например, там, я не знаю, мы с тобой идем на охоту. Я загонщик. Я, короче, гоняю, там, этих вот, там, овец, там, лосей, там, и так далее. Ты сидишь где-то там, ну, в засаде. Вот. То есть, я один с этим навыком точно не выживу. Я гоню от себя этих лосей, там, или, там, не знаю, кого-нибудь пингвинов на тебя, да. Вот. А ты, короче, копьем в них втыкаешь. Но я верю, что ты будешь соблюдать правила племени. Что это означает? Когда у тебя, короче, на копье пингвин, что мы с тобой потом придем к костру, и там сидит, короче, Маша и Даша, которые их там разделают на кожу, мясо, еще что-нибудь вкусное, и мы все вместе накормимся. И группой мы сильнее, потому что есть специализация. А вот теперь, внимание, вопрос. С этой группой согласен? В разведку, короче, в бизнес, там, и так далее. Или с этой группой. Вот. И у тебя есть классная, короче, тусовка, кому примкнуть. Дон Корлеоне. Или там, я не знаю, какой-нибудь там. Пабло Эскобар. Вот у нас здесь недалеко. Я тут недавно узнал, что у меня в школе учится внук Пабло Эскобара, а его отец поменял фамилию с Эскобара на другой, потому что не хочет ассоциироваться. И вот у меня мои дети учатся вместе с этим магнатом. Он обычный чувак? Ну, он старается откреститься, конечно, от истории, по понятным причинам. Ну, и, соответственно, вот внук его учил в школе. И вот дальше, внимание, вопрос. Вот хочется устроиться на работу, чтобы много денег было, работа такая нетривиальная. Знаешь, потребность к риску у меня высокая. Вот я себя изучал. И вот тебе предлагают картель какой-то, давай-ка пойдем работать к нему. Безопасность обеспечивают, доходы определенные. И дальше, внимание, вопрос. Система ценностей. Как я был воспитан? Что я считаю хорошо, что плохо? Я к этой тусовке и разделять с ними мясо, которое мы где-то на охоте поймаем, готов или нет? Потому что дальше я буду преследовать интересы этой группы. И все, что для этой группы хорошо, хорошо для меня. И группа заботится обо мне. И если я не знаю свою систему ценностей, не понимаю, кто я, за что я готов топить, или за что точно никогда не готов топить, то у меня большие сложности с определением проекта. То есть присоединяясь к этой тусовке, например, у меня есть один мой близкий друг, он бизнесмен, он говорит, в моей компании есть такое правило – работа превыше всего. Они бытовой техникой торгуют. И он говорит, если это Новый год, то ты забываешь про свою семью, про своих детей, про их новогодние праздники, потому что у нас самые большие продажи перед Новым годом. Мы все в магазинах, мы все до упора все распродаем, потом отдохнешь. И если не нравится эта культура, не надо с нами работать. Мы много зарабатываем, мы крутые, мы лидеры рынка, у нас там все хорошо. Во многом потому, что бешеная культура рабоспособности. Здесь Аяс Шабудинов приезжал. Ты знаешь, да? Я каждый раз, когда видел людей, кто рядом с ним работают, они многие меня знают лично. И для них было приятным событием со мной где-то в парке прогуляться. Я помню, я там гуляю, там с некой девочкой Светой. И она ходит вокруг. Я говорю, Света, хочешь? По-моему, Ношадя, покатаемся. В воскресенье. Она такая, Паша, спойлер. Сразу нет. Я говорю, почему? Говорит, у нас в компании принято работать. Я говорю, в воскресенье. Она говорит, все время вообще. И в этот момент ей звонит Аяс, говорит, возвращайся на работу. Куда ты там ушла? Вот. И она возвращается назад. И что это такое? Значит, в этой культуре было принято очень много работать в выходные, круглосуточно, пока сознание теряешь. И я там Паш с работы в какой-то момент провожал, потому что сознание терял. Я говорю, слушай, ты что, серьезно? Настолько? И ответ. Культура такая. Система ценностей. То есть система ценностей не просто там хорошо-плохо, т.е. законно-незаконно готов ли ты идти, готов ли ты против природы. Правильно. Правильно. Есть племя некое, это племя обеспечивает тебя всеми ресурсами, но твоя задача правила этого племени исполнять. Потому что если я пошел к тебе туда и начал бегать с этим, отбегать этих овец на тебя загонять, а ты потом не соблюдаешь правила игры, то я не выживу. Скорее всего тебя выгонят. Конечно. Или если я в клане воинствующих каких-нибудь итальянцев против других, и если у нас есть договоренность, что если одного убили, то мы идем дальше с этим всем воевать, то только так может выжить этот клан, и тебе предстоит соблюдать правила. Если ты вписался в предпринимательскую игру, то ты соблюдаешь правила, и твоя система ценностей предпринимательская. А если блогеры, то ты соблюдаешь блогерские. И у тебя начнут возникать какие-то круги, в которых ты соблюдаешь правила игры, систему ценностей. И вот изучить, с какой группой я готов двигаться, а с кем не готов, это критически важный параметр. Приведу самый простой пример. Если я работаю, а моя жена недовольна, я заработал много денег, но она сидит в депрессии, короче, плачет, потому что она видит только мою спину, я не общаюсь с детьми и так далее. Внимание, вопрос. В моей системе ценностей круг под названием семья, вот этот клан, очень высоко. Что это означает? Те проекты, пусть сколь угодно, финансово интересные, в которых классные креативные идеи, мощные интересные люди, классные перспективы, но я не смогу общаться с женой, с детьми и вместе завтракать, обедать, ужинать или по субботам время проводить, потому что надо будет уехать на север деньги зарабатывать. Моя жена ко мне посмотрит и скажет, ну, езжай, дорогой. И я себя так послушаю, и внутри вместо улыбки, наполненности, радости и счастья, даже при том, что будет много денег, очень крутая креативная задача, но я не вижу свою семью, я откажусь от этого проекта. Я понял, потому что у тебя в системе ценностей семья стоит на первом месте, да? Именно так. А у кого-то нет семьи, ему вообще пофиг, он с огромным удовольствием, а кому-то и в *** прострелить ничего страшного, вот, и он снайпером работает, и папа был снайпером, и дед, мы потомственные снайпера, вот у отца там 500 положительных выстрелов, у деда, короче, я сейчас рекорд поставлю, вот, и всё, и для неё нормальным, позитивный выстрел, позитивное мышление. Такая бинарная этика, готов ли ты там на криминалу *** и прочее. А второе, готов ли ты там, насколько ты там жёстко готов с конкурентами расправляться? Абсолютно верно. В экономическом плане, не физическом плане. Правильно, правильно, да. Готов ли ты борт-файф-баланс какой-то нарушать? Именно так. Или эти MLMщики ко мне приходят и говорят, блин, Паш, денег до хера, но я прям чувствую себя ну очень отвратительно, да, я не понимаю, кто я, чем я занят, финансисты то же самое, да, какая-нибудь крипта там что-нибудь заработает, такой думает, блин, я чё-то не пойму. Часто так же встречал этих людей очень похоже. Да, и у них это в голове ужас, понимаешь, деньги есть, но прям хочется релиться, да, потому что типа, слушай, а кто я вообще, что я сделал, вообще от меня ценность-то хоть какая, по-моему, какая-то я раковая клетка, блин, я чё-то делаю, вот я не могу там, даже в крупных банках, я там иногда только менеджментом с ребятами общаюсь, они такие, слушай, короче, ну я неловко себя чувствую, когда я понимаю, что люди за кредит выплачивают там такие-то проценты, вот я прям по нему чем-то не тем занят, вот и противно, и понимаешь, что ты нарушаешь внутреннюю свою систему ценностей, своё воспитание, и нет понятия «плохо», «хорошо», вопрос просто, ну в какой как бы среде ты был воспитан, и что ты для себя считаешь нормой, вот и если, например, мама хотела избавиться от ребёнка и бросила его в лес, а его подобрала волчица, то какая у него будет система ценностей? Волчи. Волчи. Да. И его не стоит ругать, просто он, дабы выжить, как бы присягнул стаи, если бы он этого не сделал, он просто умер от голода и всё, вот оттуда он теперь знает, что такое хорошо и что такое плохо, он знает, понимаешь, где вкусно, где, короче, опасно, вот, но он это впитал через вот ту, как бы, среду, в которой он остановился. Поэтому что такое система ценностей? Это принадлежность к группе, надо хорошо понимать, к какой группе ты готов принадлежать. Правильно, именно так. Иначе у тебя всё будет странно. Правильно, правильно, всё будет, мягко говоря, странно, да, и ты как бы пошёл как бы и присягнул Сбербанку, да, тебе говорят, ну тогда одеваешь зелёный жилет, короче, делаешь вот это, и мочим там соседний банк такой-то. Красный там. Да, красных, да, или жёлтых, короче, отбираем у них клиентов, забираем их, и ты такой, да, понеслась, короче, да, вот и работаешь. Ну, например, в моей системе ценностей это норма, если ты присягнул одной корпорации по своему бизнесу, мы гасим конкурентов, в смысле не подло, а забираем новых клиентов. А кто-то, знаешь, говорит, кому-то стыдно продавать, либо не любят конкуренцию. Да. Я словом говорю, в смысле? Да. У нас лучшее предложение, иди отжимай его, скажи, что они их обманывают. Именно так. Потому что когда они их реально обманывают, честный конкурент, мы готовы агрессивно давить. А кто-то скажет, ну я не готов, я буду ждать клиентов, я не буду в активной продаже. Вы злые, да, я с ним не буду работать. Да мне пофигу, мне деньги. Да, вот так, да. То есть мы пять вариантов разобрали, все пять кругов, которые человек... Пятый, значит, смотри, так, зачем мотив, видение как, дальше таланты, сильные стороны, прямо исследования, потом система ценностей, да, на что готов, не готов, с кем, как выглядит мое партнерство, группировки, да, вот в какую я присягну, в какую не присягну тусовку, и предстоит присягнуть. Потому что в одно лицо, ну, тогда нету распределения обязанностей. Всегда есть круги какие-то. Да, и эти круги, понимаешь, это вот то, о чем мы с тобой говорили, ну, невозможно во всех элементах бизнеса быть суперменом, то есть ты, скорее всего, будешь специализироваться. А это что означает? Что с кем-то предстоит, как бы, ну, группироваться, да, дабы вот выигрывать, да. И последний пункт – это расписание. Мы с него начинали. То есть зачем, как, таланты и система ценностей, все это падает на твое ежедневное расписание, и мы можем тебя исследовать снизу вверх от расписания, зачем ты это делал, почему ты так себя проявлял, и возвращаться к твоим мотивам. Такие факты сейчас. Наоборот, от мечты к реальности. То есть я себе воображение рисую, себя в будущем, и задача тогда дотянуть это через сильные стороны. Дотянуть расписание, чтобы это двигало себя теми методами, через свои сильные стороны, к тем целям, которые ты поставил. Без заговора, максимально точно сейчас озвучу. Понятно. Дотюнить свое расписание. Да, про расписание, я думаю, это прям понятно. Очевидно. Даже день должен быть наполнен тем, что ты хочешь сделать. Конечно. Чтобы через год, как ты себе нарисовал, у тебя было 3-5 лет и так далее. Чтобы стыковалось, да. Потому что, если я мечтаю быть блогером, у меня в расписании нет ни минуты блогерской деятельности. Слушай, ну очень абсурдно ждать, что я однажды стану, кажется, супер блогер. Или я решу быть музыкантом, но у меня в расписании нет ни минуты, посвященной этому направлению. Ну, слушай. Либо английский язык ты хочешь выучить, а ты не учишь. Перед Новым годом вот сейчас начнешь учить, а один не сделаешь. Да. То есть, возможно, это не по сильным сторонам надо искать что-то по сильным. Возможно, ты плохое видение нарисовал. Ищи. Вот, докрутив это в расписании, мы должны увидеть проф. Окей. Давай тогда, кстати, к расписанию поговорим про work-life balance. Вот я Соколовского, например, смотрю, знаешь, подкаст он хороший пишет. И у него есть там мысли вслух. У него есть хороший ролик про work-life balance, который как-то мне отвлекается. Он говорит, как сделать свой work-life balance? Да никак. Вот у меня тоже есть такая мысль, что его нет. Что в какие-то определенные моменты жизни, даже годы определенные, ты делаешь спринт по бизнесу и говоришь, я бегу здесь, мне круг семьи важен, но я готов его месяц или квартал сжать по выходным. Не будет семьи, я увижусь в пятницу вечером. Потому что есть проект на 200 часов, который надо сделать по бизнесу. Потом ты, например, берешь, говоришь, окей, я здесь пробежал этот спринт, потому что у меня была цель, мы запустили новую страну, окей, менеджеры поставлены, система работает, и я говорю, окей, жена, давай на три недели в отпуск поедем. Спорт. Мы про это можем еще дальше поговорить, у меня нет спорта вообще, потому что мне неинтересно. Спорт. И ты понимаешь, что ты зачах, потому что ты сидел, у меня бывает 12-часовые рабочие дни, когда мы пишем, либо что-то еще, и ты понимаешь, что ты зачах. Тебе надо длить время спорту, либо чекап хотя бы сходить, сделать, воздух отдышать. Есть люди, которые действительно у них есть. Сегодня и семья, и работа, и спорт, все в одном. Да. То есть такие существуют. Это тот же самый вопрос, как мы обсуждали про лесника, про отдых. То есть когда тебе хочется сфокусироваться на чем-то, ты туда фокусируешься, а дальше убедись, что есть периоды восстановления. И даже если ты очень сфокусирован на чем-то, все равно ты будешь спать, есть или как-то восстанавливаться. И тупить будешь. Вот. Иногда будешь тупить, да. Соответственно, вот эта история переборщить с фокусировкой на чем-либо, ну, вообще это не эффективный, непродуктивный вариант. Даже если я учусь в институте, у меня там 4 пары, то все равно это 45 минут перерывчик. 45 минут перерыв на обед, 45 минут перерывчик. То есть все равно это некий ритм, да. И чтобы ты в долгую сыграл, скорее предстоит выстроить ритм, нежели чем, вот я прям типа 72 часа без сна сейчас. Марафонец, который замертво прибегает. Именно так, да. То есть это убийственная стратегия, поэтому life work balance – это все тот же самый вопрос про хорошую комбинацию противоположных действий в рамках творчества. Ну, в один момент времени у тебя может быть смещаться в сторону бизнеса, но ты все равно там семье, спорту, здоровье уделяешь. А в один момент ты говоришь, все, я на ретрит, я на тренировку. Правильно. Зависит от ставок и от приоритетов. То есть если я в какой-то момент понимаю, что у меня сейчас очень высокий приоритет того или иного события, если я осознан, то я его назначаю верхним и совершенно спокойно там не ем, не сплю, там убиваю здоровье, потому что знаю, какова награда за вот эту высокую ставку. Да. Часто люди, к сожалению, бессознательно влипают в эти долгосрочные истории, и он не потому сидел семь часов, короче, за экраном отлипал, что он считает, что это продуктивно, а просто он в автоматизме этом, да, и он был бы более продуктивный, если бы он делал каждые полчаса перерывчик на водичку или на какую-то разминку. Ну да. Поэтому иногда это просто автоматизм. То есть ты приоритизируешь и аллоцируешь время, там, 70% в основную деятельность, 20% в семье и... И все. Час тоже прошелся пешком от дома до офиса. Именно так. Это твой спорт на этот портал. Именно так. И четко даешь себе отчет, что я сейчас плачу, там, плохим контактом со здоровьем со своим, там, с семьей, там, ради того, чтобы. Вот, коль скоро ты это осознаешь – платишь. Вот. Плохая история – это когда ты это делаешь бессознательно. И все равно платишь. И все равно платишь. Да, не понятно, за что. Забыл, страдаешь, ругаешься. Потом на жену, потом еще на бизнес-результаты. Вот. На самом деле просто потерял себя в этой рутине, в этой операционке. Это как будто забыл отменить подписку на встратое приложение. Очень, очень правильный пример. Это как будто, да, само отменить подписку на какую-то ненужную тебе приложение. Да. Окей. Именно оно, да. Хорошо. Давайте какие-то два пойнта. Мы поговорили с тобой очень как бы много как найти предназначения, почему мы не делаем то, что нам нравится с самого начала. Ну, потому что нас не учат этому и учат там работать над ошибками. Крутая модель. Ну, это больше про как бы работу в основном какую-то, какую-то профессиональную деятельность либо бизнес. Давай поговорим про более лайтовые вещи, про хобби. Вот у меня, например, нет хобби, кроме работы. И вопрос. Мне нравится то, что я делаю где-то больше, где-то меньше, но процентов на 90 из 100. Возможно, это там я действительно нашел предназначение. То есть на работе я не сильно устаю и часто я отдыхаю, потому что я занимаюсь основным бизнесом, маркетингом, агентством. И вот YouTube, это я не фулл-тайм ютубер, это мой подпроект этот, можно сказать, сайт-проект либо может быть хобби. Но все равно оно как бы рабочее. Так. Но у меня нет каких-то, знаешь, хобби, типа я не играю в гольф, я не участвую в автогонках, и не могу найти хобби уже последние, ну, не знаю, 20 лет, наверное. Как его искать и нужно ли искать? Либо, может быть, настолько мне подходит моя деятельность как рабочая, что это типа и есть хобби. Ну, а еще у тебя нет хвоста. Предлагаю пострадать на эту тему. А еще у тебя нету, например, лопасти от вертолета. Нету. Нету. Понимаешь? Ну, что будем делать теперь, да? Ведь можно было бы с лопасти от вертолета ходить, например, на работу, еще что-нибудь. Но ты главное переспросить себя, а действительно ли мне лопасть от вертолета сейчас нужна и хвост? Значит, первый вопрос – это мотив. Первое, что ты себе задашь сразу вопрос – это мотив. Какой мотив ты хочешь удовлетворить? То есть, какое желание? Тебе хобби? Зачем? Значит, если ты забываешь про это… А я напоминаю про пять вопросов, без которых мы с тобой… Любая сфера жизни. Абсолютно. Абсолютно, да. То есть, если ты потерял контакт со своим мотивом, ты вообще чем занят? Тогда мы можем пострадать. А вы знаете, что вот завтра дождь, так и что? То есть, ты как это сейчас будешь трактовать? Как победу, или как поражение, или как нововодное? Если у тебя нет намерения, если ты не хотел завтра пойти в парк гулять с детьми, то вот эта информация о том, что завтра дождь, она примерно так же, как наличие хвоста, понимаешь? Или как, не знаю, лопасти от вертолета. Поэтому, например, первый самый важный вопрос – это мотив. Тебе хобби зачем? Наверное, знаешь, все-таки какие-то социальные конструкты, у каждого человека, наверное, какое-то увлечение должно быть, хобби. Мы на тусовку какую-нибудь приходим, понимаете, просто друзьями, а что у тебя за хобби? Я говорю, ну, бизнес у меня хобби, мне нравится это. Мне нравится выстраивать системы, команды, общаться со своими сотрудниками, с командой, деньги делать. И так, социальные конструкты, социальные конструкты актуальны только тогда, когда это касается твоей системы ценностей. Что это означает? Если ты находишься в группе, в которой принято, и это является обязательным условием для выживания в этой группе, тогда да. Все остальное – это абсолютно лишние какие-то конструкции. Ну, например, прямо сейчас ты можешь прекрасно хорошо осознавать, что, в принципе, много людей говорят по-китайски. Много. Много. Это очень круто. Тогда есть очень хорошая идея говорить по-китайски. И ты такой, идея-то хорошая, но я к этой группе имею какое-то вообще отношение? К тем людям, которые взаимодействуют с китайцами. А еще есть арабский язык. Да. А еще есть спортсмены, которые много бегают. Я хочу много бегать или нет? Это отдельная тема. Так еще раз. То есть, я смотрю на группировки, выгоду от причастия к этой группе. И если я понимаю, что я хочу в эту группировку зайти, тогда да. Если у меня никакой мотивации, какого-то внутреннего ответа, зачем это конкретно мне нужно. Или какой-то второстепенной мотивации. Типа, я играю в гольф, потому что в гольф играют богатые люди. То есть, у меня как-то через шаг. Нетворк. Да, нетворкинг, например. Или я буду учиться играть на скрипке или на гитаре, потому что это развивает мой мозг. То есть, там какая-то вторая есть выгода, вторичная какая-то скрытая. Если так или иначе ты не находишь выгоду, забей. Не выдумывай себе никакой ерунды. А что со спортом? Вот, например, я не занимаюсь спортом каким-то, знаешь, осознанным спортом последние лет двадцать тоже. Анекдот. Знаешь, на этой теме есть? Мужик приходит к психотерапевту и говорит, слушайте, я что-то как-то с трудом хожу. Ему психотерапевт говорит, снимите валенки, значит, на дворе июнь. Он говорит, так погодить вы не дослушали. Еще у меня потеют ноги, на меня странно смотрят люди, и мне сложно выстраивать с ними контакт. И психотерапевт говорит, ну, снимите валенки, короче, и перестаньте пугать людей. Слушайте, вы, по-моему, повторили сейчас то же самое. Вы точно эксперт? Да? Вот я сейчас чувствую себя таким же экспертом. Значит, еще раз, если ты какое-то хобби себе выдумываешь или спорт... Спорт есть мотивация, лучше себя чувствовать. Значит, есть. Если она у тебя есть, если ты хочешь лучше себя чувствовать, тогда ты с удовольствием занимаешься спортом. Что это означает? Что у тебя болит спина? Ничего не болит. И ты такой, йога. И начинаешь, и у тебя спина перестала болеть. Выгодно. Или, например, ты чувствуешь, что у тебя как-то просыпание утреннее сложное, и ты победил стричка, короче, вернулся с большей энергией. Пока ты не обнаружил, зачем тебе этот спорт, пока ты не услышал этот допамин, этот кайф, этот плюс, эту плюшку, эту награду, то это какое-то глупое действие. Есть у тебя незачем. Но мы, знаешь, такие рациональные мыслящие существа часто. И ты понимаешь, что вроде тебя не прят, но на длине жизни, которую ты собираешься проживать, не до сорока лет. Лучше бы сейчас делать, чтобы потом это не было вынужденным. Мы эту категорию называем «нифигово было бы». Вот, нифигово было бы. Да, т.е. в голове есть очень много конструкций в стиле «нифигово было бы». И там дальше «нифигово было бы спортом заниматься», «нифигово было бы очень испанский», «нифигово было бы перестать работать на дядю». В этом множестве этих «нифигово было бы» есть понятие «намерения». Чем отличается намерение от «нифигово было бы»? «Нифигово было бы» – это прям огромный спектр фантазий, которые не имеют подкрепления достаточной мотивации внутри. Какая-то есть, но недостаточная. Правильно. Например, я обычно это описываю про понятие «намерения» про писающего мальчика. У меня есть модуль в тренинге, называется «Писающий мальчик». Как отличить? Нифигово было бы от намерения. Какие желания точно сбудутся. Точно в кавычки берём, но максимальные шансы. Как отличить? У меня в голове есть три желания, какое из них сбудется? То, которое намерение. Как отличить намерение? Хороший пример намерения – это писающий мальчик. Как это выглядит? Идёт мальчик по улице, рядом с ним его подружка, например. И у него сначала появляется желание такое, знаешь, и он идёт и думает – неуместно сейчас. То есть стоимость решения относительно выгоды очень высока. То есть я сейчас должен от девочки отойти, вот куда-то там… Стрёмно. Стрёмно, а выгода пока очень слабая. Желание не настолько сильное, чтобы я сейчас повысил ставки. Дальше он идёт вместе с ней по улице, и в какой-то момент желание начнёт нарастать, вот это вот нифигово было бы пописать. У него, значит, желание начнёт нарастать, и он делает так… И у него внутри уже начинает меняться немножко фокусировка его как личности, он начинает больше анализировать, где потенциальное решение может быть, начинает повышать ставки, на что я готов, чтобы своё желание удовлетворить. Но всё ещё желание находится в категории «нифигово было бы». И вот он идёт, и вот рядом девушка, и вот у него очень сложная ситуация. «Денег нет», значит, «социум против», он не обучен решать такие задачи, родители бы не одобрили, в школе не научили, зелёным маркером, короче, не обводили. Вот он идёт, и желание звучит так… С этого момента что происходит с мальчиком? Он ищет первый угол. Абсолютно верно. Значит, состояние в психологии называется теория Рубикона. То есть, он переходит через речку и повышает ставки на максимум. Что это означает? Теперь это намерение. Что значит намерение? Точно пописы. Опять, в кавычки берём, его могут там сейчас, кто-нибудь там, Кеннеди готовился, и он уже в бессознательном состоянии пописы, всё равно пописы, но, короче, шансов на то, что он его в живом состоянии это желание реализует уже может и не быть. Но глобально его в голове конструкция такая, я точно пописываю. С этого момента, когда это намерение, а не желание, сильно меняются многие параметры в личности. Первое. Внимание теперь направлено не на то, почему не получится, а только на то, почему получится. Любой, кто к нему подходит и говорит, у тебя сейчас не получится это сделать. Посмотри ресторан, там видишь надпись – вход только для клиентов. Кусты видишь? Ага, там милиционер стоит, сейчас у тебя прямо зорки. Ага, что ты здесь, видишь, там туалет стоит платный, у тебя денег нет. Все, кто ему показывают, почему не получится, они прямо из фокуса внимания исчезают. Его интересуют возможности любые. Проломиться в этот ресторан, убежать от этого милиционера. То есть, он начинает работать не на то, почему не справится с этой задачей. Конструировать план. Как сделать? Именно так. Шаги, план, оценка рисков. Моментально включается режим намерения. Поэтому в твоем вопросе задача достаточно простая. Профильтровать нифигово было бы до намерения. То есть, как только ты обнаружишь, например, что у тебя заклинивает спина, перестает что-то работать, с этого момента твоей мотивации достаточно для того, чтобы ты вдруг начал заниматься йогой. Удивительно. А когда у него внутренний мотив настолько силен, что мы называем это намерением, то дальше преград больше нет никаких. То есть, он подписывает точно. Вне зависимости от того, что это страшно, что осудят, что есть кто-нибудь, кто тебя критикует в этот момент, нет поддержки близких. Знаешь, вот эти классические отмазки. Денег нет. Абсолютно все. Вообще, это все неинтересно. Интересны возможности. Первая, вторая, третья. Минимальный риск там. Поехали. Давай, знаешь, про какую еще штуку поговорим? Вот при поиске предназначения дела жизни бывает ли такое, что не удается найти? Не то, что все плохо, а делаешь, не знаю, вот это дело. Дома строишь. Окей, но нормально. Не то, что блевот-то противно. Делаешь какие-нибудь лампочки кастомные. Тоже нормально. Машины какие-нибудь кастомные собираешь. Тоже неплохо. И рекламу тоже делаешь. Нормально. Нет такого прям вау. Я сегодня с утра встану, сальтуху сделаю с кровати, потому что я быстрее хочу в офис сделать это. Бывает, что не получается. Так. Или нет? Или всегда есть? Вот там, чтобы прям глаза горели ярко-ярко? Нет. Значит, как это работает? Когда потребности самые нижние, шило втыкаем в ногу, моментальный сигнал, очень яркий, тут же прям ресурсы откуда ни возьмись, и бежать хочется, и врезать. То есть потом прям куча энергии. Значит, чем ниже по той самой пирамидке или по чакрам, в зависимости от того, какой наук тебе ближе изучать, чем ты ниже и проще к базовым физиологическим потребностям, тем сигнал тот, который ты писал с альтухой. Он прям яркий, мощный, сильный, красивый. Значит, как только ты, например, боль в желудке не испытываешь от голода и переходишь от хлеба к зрелищам, сигнал уже тоньше. То есть осознать, что я сейчас грущу, потому что у меня эмоций не хватает, разнообразие, качество жизни, это уже более тонкий сигнал, он такой, знаешь, проще его вытерпеть, если болит. То есть без похода в кино ты легче проживешь, чем без еды. Или с шилом в ноге. Этот сигнал легче терпится. Более того, если у тебя достаточные эмоции, хорошее настроение, и так далее, и у тебя плохой статус, то тоже можно всю жизнь прожить, короче, и не быть на погонах с максимальной звездой или какой-то. То есть статус… У всех здесь начальники, кто-то выше, кто-то ниже. То есть статусные всякие разные элементы – обойтись без машины, без крыши или телефона без кнопок, или без вина какого-то очень взрослого. Вполне можно без статусного вонючего сыра. Ну и как бы хрен с ним, обычный съем. Вот эта механика, чем выше твой эгоизм, чем тоньше ты себя наслаждаешь, тем тоньше тебе самый сигнал. Именно в этом заключается проблема, которую мы с вами обсуждали, когда не от недостатка, а от избытка человек мыслит. Там сигнал вообще еле уловимый. То есть те, кто говорят, я хочу найти дело жизни, я хочу понять, кто я, в чем мое предназначение, у них это желание находится ровно в категории – нифигово было бы. То есть это, знаешь, посмотреть на эту тему видеоролик, послушать, как это происходит, покритиковать или сказать, ну, в принципе, рабочее, но не впечатлило. Мне и так норм. Да, мне и так норм. А что, если вообще, а вот вы знаете, обсудить все. То есть это те люди, у кого это на уровне нифигово было бы. Вот это желание, оно висит в воздухе и никогда не получит ресурс в действии, риск нервной клетки и время в расписании. Никогда. До конца жизни. У большинства, да. Вот это то, что в Библии описано «Бог дал каждому талантов» по силе. Значит, запрос, который реально человек начнет воплощать, вот в эту историю, это значит, есть мотивация. Что это означает? Либо увольняются работы, и он понимает, блин, что делать. Либо началась пандемия, и предыдущий бизнес больше не работает. Либо началась ванна, и разбомбили цех, в который там все деньги вложил, а теперь новые вводные. Вот что делать дальше не знаю, переехал, у меня есть мой чемодан, немножко денег, ну фиг вы знаете, как теперь выруливать. То есть это либо какая-то стрессовая ситуация, стимулирующая к этому, поэтому у меня в пандемии, в любой кризис у меня сразу очень много клиентов. Потому что трясет весь мир, и старое перестало работать. Обнулилось? Да, обнулилось, а еще новое не понимаю. Вот возвращаться в старое не хочется? Не хочется. Да, вот момент. Вот момент, типа, куда в новое, да? Да, и прямо у меня там сразу все заполнено. Значит, вот либо внешний стимул трясет, либо в какой-то момент человек все-таки закрывает более-менее базовые потребности вот эта пила. То есть он вот заработал, скучаю, сломался что-то, опять заработал, опять скучаю. И вот на какой-нибудь там третий-четвертый раз он думает, блин, ну сколько можно? Сколько можно, да. Сколько можно этой фигней страдать, короче. Нельзя ли уже все-таки как-то прицелиться и перестать в эти игры играть, да? Вот поэтому либо действительно что-то болит очень сильно, тряхануло, да? Либо это итерации сигналов. Да, либо это итерации сигналов, и человек в какой-то момент говорит, так, вот. Это означает, что человек очень сильная личность. Очень сильная личность. То есть ему от бога было дано достаточно ресурсов для того, чтобы пройти вот это закрытие базовых вещей. Он уже несколько раз вляпался в эту историю, что галстук, короче, и вот этот пиджак, это не то, короче, что в журналах обещали, не там счастье. Вот он приходит в офис, смотрит на красивый компьютер, и у него даже есть билет оплаченный в спортзал, да, там, от компании. Он так сидит и думает, твою мать, где-то обманули. То есть что-то не то. Вроде я тут самый офис-менеджер, вот из картинок этих журналов бизнесовых, и даже, короче, на совещании, и даже на Starbucks у меня хватает. И в Египет могу летом съездить, и даже не в Египет, в Таиланд. Вот я даже во Вьетнаме был, катаюсь на серфе. И вот такой, значит, смотрю на это на все и думаю, твою мать, а дальше? И вот это вот момент, ну это вот такой здоровый выход к самоопределению. Они приходят, вот эти ребята. Да. В Вьетнаме, которые серфим. Так. И тут вопрос такой. Все ли находят в результате свое предназначение, потому что вот он был, допустим, маркетинг-менеджер или там, маркетолог какой-нибудь, да? И он приходит и говорит, что-то неправильно, что-то не то. Хочу найти, но все ли находят, и каждому ли можно найти. Если намерение сильное, то есть если пора, он испытал достаточную боль, то три месяца плотной работы, такой прям, знаешь, усердный под присмотром, и три месяца на стабилизацию, то есть чтобы найденные и изученные ресурсы воплотить прям реальную жизнь. В среднем за полгода вероятность того, что человек находит себе в направлении с горящими глазами, по сильным сторонам, ему очень нравится видение, которым он гребет, если нужна монетизация, причем монетизация с хорошими коэффициентами. То есть когда человек переходит вот в это состояние, где он фанатеет, ему нравится и так далее, то, ну там, помнишь, что это старт студент, то есть быстрее учится. То есть он быстро догоняет свой доход. Правильно, правильно. Быстро догоняет доход, перегоняет, во сне ему снятся там всякие решения, вокруг удивительно куча подсказок. Люди пазлы складываются. Да, люди пазлы складываются, он такой, это так работает, у меня буквально пара дней назад, сегодня вторник, сегодня, короче, был мастер-майн, и у нас прямо парень заходит, Роман, и он такой говорит, слушайте, неужели это так работает? Говорит, меня сейчас прямо по периметру сотрудники спрашивают, ты что там на деньги дышишь, короче, что происходит? Почему заказы? Почему там... То есть кажется, как будто он само вот прям, знаешь, типа... Подожди, интересная штука. То есть это его сотрудники. Это новые? Либо он в прошлом... Внутри компании, да, они смотрят на него, говорят, почему заказы появляются? Откуда, короче, деньги? Говорит, что сейчас происходит? Ты что там, на бабки медитируешь? Вот. Он говорит, неужели так работает? Ну и там сидят там из Москвы 12 человек на мастер-майнде. Вот. Ну и там некоторые говорят, слушай, ну и я тоже сильно увеличил свой доход. И я. Мы не ставим такую задачу, вот прям впрямую, да, но она очень естественно... Вытекает. Вытекает из того, что у тебя энергии больше, лучше видишь, точнее как бы выдаешь ценность. Проще делать деньги. Проще делать деньги. Просто проще. То есть ты в тех же направлениях, в которых работаешь, ты естественным образом, наведя некую фокусировку, порядок и сделав акцент на сильные стороны, ты очень логично, достаточно быстро там за несколько месяцев усиливаешь свои позиции и все. То есть практически все находят, кто действительно хочет найти, да? Нет, не так. Смотри. Не то, чтобы все находят. Вот правильный вопрос был. Кто хочет найти? Правильно. Вот это вопрос. Обратите внимание. Даже у стакана есть предназначение. Вот. У него есть творец. Он его создал с вполне конкретной задумкой. Вот. Если мы его немножко пофотографируем, посравниваем с другими стаканами, короче, выясним, в чем его предназначение, мы выясним, что он не этот микрофон, не подходит он для этого, не эта футболка. Вот у этой футболки другой создатель, другая задумка и другой потребитель. То есть это вот другая конструкция. Но на самом деле поиски и предназначение стакана – это не долгая и не сложная задача. То есть очень многие из этого делают какую-то, знаешь, прям, ну вот с завышенной значимостью смысл жизни. Слушайте, смысл жизни этого стакана очень прост и понятен. Налить воду. Налить воду. Выпить из нее. И для него честь умереть, быть разбитым того, как мы сегодня в кафе видели, да? Чтобы разбитый. Это для него лучший подарок – отработать на своем рабочем месте и сдохнуть. Если вот его сейчас в подвал убрать, он там будет лежать, вот он будет страдать, скучать, потому что он задумку творца никак не реализует. Или, например, если из него сейчас пить кипяток, понимаешь, он там будет трещать, потому что он, слушайте, он вроде похож, но не совсем… Это не кружка. Да, это не кружка. Ручки нет, держать неудобно. Понимаешь? Эй, вроде подходит, но перепутали чуток. То есть это вот не до конца распознанно. Не докрутили. Да-да, не докрутили, да. Поэтому решение вопроса о том, в чем предназначение стакана – это нормальная… я говорю, три месяца на исследование, фотографируем, стучим с другими стаканами, сравниваем, тебе предлагаем, обратную связь собираем, поработали, предков выяснили, у тебя кто отец там, интересно. Собрали все исходные данные, примерили, сделали несколько экспериментов, попробовали кипяточек, попробовали. Если не разбили, не разломали, и более-менее все нормально под присмотром сделали, то через полгода мы точно знаем, что это такое. Ставим его в лучшее место для работы, он счастлив, наполнен, отрабатывает и умрет потом с удовольствием отработать. Теста аллоцированного времени, который человек хочет на это аллоцировать, если ему это важно, и количество экспериментов и тестов, в которые количество мест он хочет ткнуться, потому что до этого он в детстве не прошел эти тесты, но он свои победы может декомпозировать на потенциально свою сильную сторону, и просто бьешь и тестишь. Примерно так. Единственное, что если делать под присмотром, то тогда это намного короче, тогда у нас не на 360 градусов ты тестируешь. То ли я крылощик, правильно, то ли я швеомтористка, то ли я повар, то ли я проститутка. Чтобы часть отсечь и наиболее эффективно сделать, мы можем заранее хорошими приборами посмотреть, что такое стакан, и сократить это время до 3-6 месяцев, чтобы максимально точно определить, в чем предназначение. Бывает так, что человек начинает копать такое дело жизни, предназначение, и он накапывает то, что его предназначение идет совершенно в разрез с тем укладом жизни и с тем, что он строил, делал вообще. С системой ценностей? Например, вот человек раскапывает и понимает, что в этой стране жить не хочет. Вот этим больше заниматься не хочет. И он докопал, докопал, докопал. Мне говорят, не надо резать корову, ну там коровы например нету. Например, он говорит, я понял, что я хочу жить в другой стране с другим климатом, это прямо мое кредо. И, например, накопал то, что его окружение будет совершенно против, например, семья и жена. Ставки высокие. Да, например, опасные виды спорта, мотокросс, либо вингсьют. И он говорит, я понял, без этого жить не могу, и надо все разрушить то, что было. Бывает такое? Часто? Нет, это не то, чтобы часто бывает, это вопрос ставок. Это тоже очень хорошо проработанный вопрос. Каковы ставки? Появляется новый термин, если мы поднимаем эту тему, называется амбиция. Амбиция. То есть, каковы твои амбиции? Для кого-то амбиция – это скушайте клерчика, а он и тогда радуется на уровне клерчика. А для кого-то амбиция – это не скушайте клерчика, потому что он хочет красивое здоровое тело, и, допустим, я девушка, и хочу выйти замуж, и я хочу, чтобы мой муж весил все-таки больше, чем я. И началась проблема, таких мужчин мало, и я такой думаю, блин, ну как это быть? И тогда я начал повышать ставки и делать что-то долгое в долгую или с повышенной ценой риска нервных клеток, денег, времени, сил, дабы получить что-то такое амбициозное. Уже не в один шаг, а вот прям дольше, дороже, больше, но тем самым претендуя на награду соответствующую. Соответственно, что это означает? Хочу, например, рискованные виды спорта. Супер. Ставка. Чем рискую? Здоровье. Жизнь целиком. Правильно. Свободен ли этим заниматься? Свободен. Но ты в этот момент, если ты осознан, пересчитываешь, какова ставка. Или, например, свободен ли я иметь любовницу? Свободен. Чем рискую? Жена может расстроиться, а может и не расстроиться? Ну что, рискнем? Попробуем. Вот я живу, короче, на две семьи. Тут жена, тут любовница. Да, ты полностью свободен. Или свободен ли я ехать на красный свет? Свободен. Но ты имей в виду, в момент, когда ты принимаешь решение высокорискованный бизнес, высокорискованный спорт, уехать туда, где тебя не поддерживает семья, всегда есть некая цена принятого решения. Итак, внимание, вопрос. Если я хочу, я это сделаю. Дальше это либо осознанно, либо неосознанно. В чем разница? Да, предлагаю просто прокачивать осознанность. Вопрос повышения рисков, я надеюсь, разобрались. Ты можешь делать все, что угодно, но на крайняк цена жизни. Причем, может быть, не только твоя, а еще и все планеты. Допустим, разобрел какой-нибудь вирус, развлекался, первый умер, ну и все остальные тоже. Ну, допустим. Или какая-то у тебя там есть цена. С ценой и с риском просто повышаешь ставки и вперед. Ну, и про амбиции мы говорим. А про амбиции это что означает? То есть, если я амбициозная личность, то я повышаю ставки. То я могу в долгую, повышая ставки, претендовать на журавля в небе, причем не гарантированного. То есть, это что-то большое, долго, дорого и не гарантированное. Но со ставками будут расти риски. Конечно. Практически всегда. Не, не практически, это экономическая формула. Доходность равно плата за риск. Риск-реворд. Да, поэтому если я хочу высокодоходные бумаги, они высокорискованные. И это просто экономическое правило, математическое. То есть, ты осознанно понимаешь, что либо ты претендуешь на это свои амбиции, рискуешь. Да. Ради какого-то большого призма. Повышающий риск ради большого призма. Сгореть, как шаттл, который взлетал в космос по дороге. Но, может быть, я стану первым человеком, взлетевшим в космос, да. Либо ты говоришь там, дружище, твои амбиции... Помидоры. Подальше. Да-да-да, там, я не знаю, какой-нибудь, не знаю, огород. Там тоже есть свои риски, но они просто совсем другого порядка, меньше там и... Брюква там. Да. Вот у меня не взошла капуста. Ну, как бы, жаль. Но ты просто должен принять решение, будешь ли ты сейчас не рискнув. Не рискнув. Именно так, да. То есть, это как раз и есть уровень амбиции. То есть, когда говорят, Бог дал каждому талантов по силе, мы не ругаемся сейчас или не обижаемся на человека с небольшим количеством талантов, да. Вот. И моя бабушка Зоя в городе Олексине, Тульской области, на мой взгляд, очень счастливый человек, очень сильная личность, да. Для нее достижением является встать. Потому что ей сейчас 90 лет. Если она... Я когда ее спрашиваю, говорю, баба, как себя чувствуешь? Вот она говорит, нормально, Павлыш, для своих лет. Вот, сам я себя обслуживаю. Вот. Для нее этот уровень амбиций, это не... Теть Зой, да у вас айпад есть. Да вы сейчас, короче, можете ютуб-ролики снимать. Вот мы на телефоне. Вас научить. Сейчас, короче, канал сделаем, у вас будут подписчики. Ты в этом очень странно выглядишь. Да. Предлагаю как бы... Слушай, брат, ты... Конечно, спасибо за демонстрацию хорошего примера. Но для этого человека этот уровень амбиций... Запредельный. Запредельный. Он не нужен. Он реально... Ты испортишь жизнь человеку. Вот. Поэтому, когда очень часто, например, при найме ты берешь какого-нибудь сотрудника с нижнего звена и даешь ему ресурсы, говоришь, давай-ка я тебя сделаю топ-менеджером, ты испортил ему жизнь. Да. Сто пудово. Вот. Это, ну, любой HR знает, что имеет смысл оставить за ним предыдущую должность. Вдруг он захочет вернуться. Вероятность это очень высока. Потому что вдруг он, будучи этим менеджером, эти новые роли не исправятся. Не исправятся. И это будет совершенно нормально. Не надо из шиповника делать сосну. Вот. Может, это была такая просто маленькая недососна, короче, сейчас мы, конечно, раскроем. Так надо понять, ты шиповник или просто... Правильно. А может, надо просто понять, шиповник или сосна. И мы попробовали чуть-чуть, может, ты все-таки выше растешь. Нет. Ну, все, тогда спокойно. Вот твое место. Успокойся. Успокойся, прийми, наслаждайся, правильно? Кайфуй. Кайфуй. Живи, короче, в тех ресурсах, которые... Рыба родился. Поздравляю. Плавай. Плавай, наслаждайся. Не надо тебя сейчас летать учить и так далее. Не надо. Мне, кстати, эту идею продавал, знаешь, Алексей... Я забыл фамилию, которую Чихану сделал. Не Васильчук? Васильчук, точно. Значит, мы с ним сидим в его же ресторане, в Чихане, празднуем Сережа Солонина возвращение с Кругосветки. Они там хорошо, очень плотно дружат. И вот я с ним разговариваю, и я говорю, слушай, скажи мне пожалуйста, мне кажется, Илья, у тебя же в Чихане, в парке Горького или где-то в другом каком-то парке, я, наверное, лет 15 назад с друзьями сидел. Это было одно из моих любимых мест. И сейчас я у тебя сижу и все так же получаю удовольствие от этих мягких диванов, этой еды. Я говорю, что? Ну ресторанов уже полно просто, с деньгами куча народу. Свой вайп. Шо у тебя за вайп. Говорю, что ты делаешь? А он знаешь, что мне говорит? Он говорит, ты знаешь, у нас здесь люди своим делом заняты. Я говорю, в смысле? Он говорит, я продаю своим сотрудникам идею, чтобы они не росли. Я прям сижу, у меня прям клинец такой, знаешь, типа... Я как бы и посопротивлялся бы, если бы это не Васильчук. Понимаешь? Как бы с результатом, парень. И сказал бы ему что-нибудь на эту тему. Типа, расти не надо. Но он как бы... Видимо, не просто так мы с ним в его ресторане сидим. Я говорю, что ты сейчас имеешь в виду? Он говорит, вон видишь того парня? Я говорю, вижу. Это чайный мастер из той самой Чиханы, которую ты помнишь в парке Горького. Он работает 15 лет чайным мастером у нас. И по кайфу. И по кайфу. Вот. Он говорит, видишь, я понимаю, и что ты делаешь? Он говорит, я каждый раз очень четко, всем с кем работаю, говорю, что вам предстоит выбрать дело, выбрать ту нагрузку, которая ваша, и наслаждаться вашей работой. Вот эта идея бесконечного роста, что сейчас я стану менеджером, потом топ-менеджером, потом сео, потом собственником, перестану работать на дядю, вот потом оттиражирую, сделаю мир лучше. Короче, вот я Элон Маск. Говорит, это не всем надо. Стопудово. Каждый должен найти свое место в этой лестнице, в этой цепочке оптимальное, которая для него по силам, его оптимальная работа и так далее, и наслаждаться своей работой. А иначе когда ты будешь… Наслаждаться. Я все время недоволен тем, что ты где-то не наверху. Есть чуваки, которые готовы, как Элон Маск либо Баффет, которые вечно бежать до старости. Правильно. Но их 0,01%. Абсолютно верно. Да, и мы с тобой с самого начала обсудили, что это отклонение, вот эта потребность в риске предпринимателей, вот эта культура, всем надо стать предпринимателями, всем надо стать долларовыми, расти и так далее. Слушай, 999,9 тысяч, в общем почти все не пройдут выше, чем определенная ступенька, и дальше будут страдать, продолжая работать на той самой работе, на которой они всю жизнь отработают. Так может быть тогда лучше нащупать оптимальную свою форму, где я лучше… А прыгни до сюда, до этой ступеньки… Да, вот зачем мне отсюда сейчас говорить, может быть ты не 200 грамм идешь, а 300, ну-ка попробуем тебя растянуть, а ну-ка сейчас тебя разогреем, а если я тебе сейчас еще в жопу начну дуть, ну вот, а если я сейчас буду вот так подбрасывать водичку, может побольше держишь, может ты на чайник похож, любой может стать любым. Нет, это не так. Вот у тебя есть параметры исходные, вот, и вот, ну знаешь, хорошая идея распознать параметры, и в эти параметры попасть. Да, и как бы вот эта идея вечного роста, типа ну давай сделаем с тебя ведро, ну можно конечно, но это тебя порвет. Вот, поэтому скорее задача такая, осознать себя, четко определить, чтобы и не было скучно, то есть означает, что ты не доделываешь, не дорабатываешь, то есть вот налил тебя сюда, не знаю, 50 грамм, мог бы больше. Да, и вот как это чувствуется у человека, мне скучновато, я реально мог бы больше. Ну тогда да, тогда подливай, тогда нажимай газ, тогда повышай риск. А с другой стадии, когда выгорание, когда я 24 часа, когда я уже прям весь на нервике, уже какие-то таблетки пью, потому что меня все трясет, я еще хочу результат, я уже из тебя выжимаю последние силы, а результат слабый, слушай, может быть немножко слоу-даун. Для каждого уровень газа будет свой. Именно так, мы назовем это чувство потока. То есть, что значит для каждого уровень газа свой? Если меньше, то там критерий скучно, если больше, то там выгорание. Ты можешь в короткую, в красной зоне мотора, иногда нужно поджать, обогнать, спастись, повысить риски, заплатить за это здоровьем, какими-то потерями, обошел грузовик по встречке. То есть, контроль в ключе есть. Да, но после этого крейсерская скорость нужна. Не максимальная, а крейсерская. Тогда будешь дальше, безопасней, с большим удовольствием заезжать. Поэтому надо сбросить газ, надо выбрать ровно тот уровень развития, который прям по силам оптимально, и его назовем чувством потока. Да, прикольно. И каждый раз свой, ну не знаю, у меня по ощущениям 85% подставок этого бежать. Именно так. Когда я делаю 95, я не могу пробежать больше, чем квартал. Абсолютно верно. Потому что гореть, рассыпаться начинается. Все правильно. Скажи, а может предназначение и то, что тебе придет меняться с возрастом, с течением жизни? Очень хороший вопрос. Чтобы ответить на него, нам надо разобраться в терминологии. Значит, предназначение, это пред, приставка. И дальше назначение. То есть, вот у меня есть предыстория этого стакана. Вот его предыстория, те самые исходные данные. Помнишь, мы говорили про одаренность? Да, да. Не меняем. Не меняем. То есть, вот как задумано, так и будет. А когда люди этот вопрос задают, может ли меняться предназначение, они, конечно, путают это с мотивацией. Что такое мотивация? Сначала я работал для того, чтобы от родителей уехать, на квартиру машину, мне это нормально работать. Доказать кому-то что-то. Да, доказал кому-то что-то такое. Я такой был весь заряженный, и у меня было предназначение. Ну, он просто путается в терминах. Он, на самом деле, имел в виду, что у него мотивация сначала его драйвило на тачку заработать, не знаю, вот этот старый бизнес. А потом он подзакрыл эту историю, наполнился. И такой, так, ну мне теперь доказывать уже никому ничего не хочется. Родителям уже все объяснил. Поддерживаю своих стариков, на квартиру заработал, допустим, машину. И я вот, пускай это может быть даже все арендованное, но уже не дровит меня сильно. И просто путаются в терминологии и говорят, что меняется предназначение. Нет. Наполняется предыдущий мотив. Я перестаю хотеть то, что хотел до этого. Боль вот эта сильная проходит, я более-менее комфортен. И дальше я начинаю подниматься выше, выше, выше. И если я там достаточно амбициозен, у меня много энергии и сил, то я начинаю утончать, утончать, утончать вот формы своего наслаждения. Теперь я уже борюсь за статус. Теперь я уже борюсь за творчество, в какой форме я буду себя реализовывать. И постепенно эту пирамидку вот этого наполнения человек наполняет. И да, действительно, в течение жизни есть шанс потихонечку позакрывать разные задачи. Наборы мотивации. Наборы мотивации. Именно они. Да. И все. Просто надо в себе отслеживать, что тебя. Что сейчас мотивирует? Правильно. Там бабло надоело. Именно так. Творчество. Мир посмотреть. Мир посмотреть. Создать что-то. Абсолютно верно. И, к сожалению, простейшая запутка, в которой люди прямо в капкан такой, а я вот, все, меня больше теперь ничего не штырит. Ничего не штырит, ревизию просто сделай. Посиди и возьми. Доска маркерная. Да. Доска маркерная. Правильно, да. Типа, что я хотел бы. Ну, вот важно первое, что знать. Что сигнал меняется. То есть, вот такого болезненного, как раньше, который тебя стимулировал, вот этой жажды воды. Ну, ты попил воду, но ты поел. Вот. Ну, вот этот сигнал типа, а в чем идея творца, по моей задумке, вот к чему я предрасположен, не так болит, как когда есть нечего было. Конечно. Поэтому надо спокойнее относиться к тому, что сигналы остаются более и более тонкими. То есть, наслаждение более изящным становится таким. То есть, поиски, к чему я предрасположен, это менее болезненная и агрессивная задача, нежели чем когда в классе меня унижали. Я хотел доказать Васе и Роме, что вот зря они вот так вот эту девочку Настю забрали. Вот она, на самом деле, должна была быть моей. И вот я сейчас вернусь назад и скажу ему, суки, где вы и где я. Да. У меня вон, посмотрите. Молодая. И это. Я. А вы где там? Вот так вот, да. И теперь, короче, а если ты уже съездил навстречу одноклассников? Вот. И уже посмотрел, уже соболезнуешь там ребятам. Уже кому-то денег на операцию дал. Да. Вот. И такой, типа, так, а теперь что? Куда бежать? Да, куда. Унижать своих одноклассников, которые там, типа, вот в прошлом... Да они и так бедолаги. Они и так бедолаги. Понимаешь, я помню, я звоню своей классной руководительнице в начальных классах и говорю, как у вас там дела, какие новости? А он говорит, Рома, ты знаешь, устроился на работу водителем, теперь не пьет, у него прогресс. Для него это высокий уровень. Я думаю, круто, Рома, вообще офигеть, короче. Красава. Вот. Я, значит, смотрю и думаю, так, слава богу, да? Вот. Другой мне там Леша Потап, он говорит, типа, а я, говорит, на физфаке работаю, он говорит, на кафедре. Я такой, вау, Лех. Науку пошел. Науку пошел. Говорит, да, у меня. Говорит, а что? Бесплатный проезд. Вот. Начинают перечислять, я прямо думаю, Леха, ты тоже крут такой. Доктор разве еще? Вот. Да-да-да, значит, на кафедре. Удаленное образование МГУ. Ого. Ого. И он мне рассказывает, что у меня, говорит, в Японии в посольстве есть, говорит, ученик, который удаленно на физфаке в МГУ, говорит, защитил диплом физфака. Удаленно МГУ. И мы сидим с Денисом. Я говорю, Денис, круто. И вопрос, вот кто из них, как бы кто? Да и гонка прошла в целом. Конечно, понимаешь, Денис молодец, там, типа, Леша, ну, окей, у него свой какой-то набор, этот уже не пьет. Но каждый на своем уровне прогресс. Да? Или наоборот там регресс какой-то. Вот, поэтому вместо того, чтобы на других смотреть, сравнивать. Вот прям вот выясняй, кто ты, свои свойства изучи, да? Свою объем, вот, ну, сколько пропускная способность у меня, и там отрабатываешь свое предназначение. Здорово, очень понятно. А знаешь, некоторые люди сидят там до сорока на нелюбимой работе, лампочка загорается, как чек-энджин на машине, что сейчас мотор стуканет, если как бы поменять масло, куда ты идешь. Да с каких лет вообще реально сделать вот этот пивот-разворот, сказать, блин, что-то это не то было, давай сейчас. Сорок, сорок пять, пятьдесят. Назову тебя возраста. Значит, у меня есть папочка вот прям в телефоне, в заметках. Называется ВИП. Это те, кто мне дорого заплатили. У меня есть личный коучинг, он дорогой. И вот там есть удивительный возраст. Тридцать семь плюс-минус два. Значит, тридцать семь плюс-минус два попадает в восемьдесят или восемьдесят пять процентов клиентов, которые мне прям дорого заплатили. Это их прям прищемило, и они прям понимают, типа, ай! Ай! Прям настолько больно, что они так, куда бежать, кое-что оплатить, находят меня, и вот они стоят с моими клиентами. Значит, пиковая точка. Кто-то называет то ли кризисом среднего возраста, то ли еще что-то. Мы эту целевую аудиторию назвали вставшие с колен. Что это означает? Уже после института, уже пошел поработал, уже пиджачок-галстук надет, уже попробовал позарабатывать и думаешь, твою мать, что-то как-то сложно это все. Что-то не та, как эта дорога, которую все рисовали обычно. А где правильно – непонятно. Как себя в жизни реализовать-то вообще? На что смотреть-то, да? И поначалу не сильно болит. То есть возраст там типа пятнадцать-шестнадцать – это вообще не болит. В этом возрасте даже запрос этого близко нет. Родители мечтают в этот момент ребенку помочь, а ему пофигу. Он хочет космонавтом стать. Девочки где-то. Правильно. Кальян. У кого-то чего. Или если из какой-то бедной семьи, я хочу работу работать, чтобы у меня деньги были на квартиру арендовать, и я в город побольше перееду. Совершенно не про предназначение думают. Поэтому есть, конечно, уникальные какие-то люди, но это очень такие элементы редкие. Ближе вот к тридцати начинают задумываться. Тридцать пять, тридцать семь – пик настолько, что уже любые деньги не жалко, потому что жизнь под откос, если не решить вопрос. То есть это люди, которые с амбициями более-менее нормально развиваются и понимают, что типа вау, путь-то тупиковый. Дорастают, и тогда прям взрыв этой осознанности, они понимают, что высочайшие ставки, все остальное потом сначала еще понять, кто я. А иначе просто бессмысленно я начал деградировать. Вот этот пик – это примерно 35, 36, 37 лет. Ближе к 40 – желание начать тихонечку спадать. Человек, помнишь, я тебе говорил, стадия выгорания, когда он начнет признаваться. Да, третья. Да, да, да. Он такой говорит… Видимо… И как бы признание вот этого. И вот ближе, например, 40, 50 и 60 – у меня уже клиентов нет. То есть у меня есть еще люди, типа 40, с небольшим, которые еще такие… У меня порох в пороховницах. К 50 заканчивается уже этот возраст, но 60 – нет. Понял. То есть в 60 ко мне не приходят ни с кем с запросами. Понял. Да, то есть есть абсолютно уникальные индивиды, такие редчайшие случаи. У меня, например, есть один кейс, записывается парень на консультацию, так садится напротив и говорит, «Здравствуйте, Павел, у меня вот сложности, я там не могу как-то понять в жизни, как себя реализовать». Я так смотрю на него и говорю, а сколько тебе лет? Он говорит, ну вот вы как думаете, Павел? Я говорю, честно говоря, не знаю, а он крупный такой. И я на него смотрю, а он говорит, вы знаете термин «эмансипирован»? Я говорю, какой-то странный термин. Я на слуху, но я не понимаю, что это значит. Он говорит, это когда я за деньги купил статус взрослого. Я говорю, в смысле? Он говорит, но мне все можно, я могу компанию открыть, только в машину не могу водить, а алкашку, все остальное прям как взрослый могу все делать. Он сейчас самостоятельно. Он там что-то сделал, эмансипирован. Я говорю, как это? И вот он мне рассказывает про это родители. Я говорю, ты сколько лет-то? Он так улыбается и говорит, ну мне 16. Я говорю, а кто твои родители? Он говорит, мой отец полный дебил. Я говорю, в смысле? Я говорю, почему? По ряду причин. И дальше совершенно спокойно меня перечисляет. И дальше я смотрю на нее, и он переносит в очень таком теле 16-летнего раздутого такого подростка, но очень какой-то с богатейшим жизненным муфтом персонаж. Он говорит, я все деньги заработал на контре. Я говорю, что такое контракт? Он говорит, ну игра такая. Он не стал меня унижать. Он объяснил мне, короче. Он говорит, да, я сделал вот это. Он говорит, что ты там сделал? Следующий я на вейпе. Это как там сигареты, которые ты сейчас куришь. Он говорит, на этом. Курить вредно, не курить. Он говорит, я лидер. Все информационные площадки, которые хоть как-то касаются этой темы, все мои. Я их скупаю, как только они появляются. Любой канал, везде. Я делаю информационную платформу. Поэтому они рекламируются могут только у меня. Сами понимаете, я монополист. Я еще сейчас делал свою жидкость для табака. Она очень простая по составу. Леша мне рассказывает, как он на этом денег зарабатывает. Я такой, а, окей. Единственное, что я чувствую, что немного не экологично себя веду. И в чем моя ценность в мире? Продавать эти сигареты. А сейчас это запретят вместе со всем остальным. Я чувствую, что что-то не экологичное делаю. Помогите, Павел, как себя найти. 16 лет. Это уникум. Да, это абсолютный уникум. Это очень редкая история. Дальше есть эти кейсы, 18-20 лет такие парни. У нас есть парень Никита. Он пришел и говорит, я день хочу больше зарабатывать. Я говорю, супер. У него такие усики еще смешные. Знаешь, на ментхаус он похож. И он такой, знаешь, очень простой ученик оказался. Очень простой. Я ему говорю, а что ты делаешь? Кем ты работаешь? Я работаю системным администратором. Мне хочется стать архитектором. Я говорю, дома что ли где-то? Нет, архитектором. Да, да, системный архитектор. Я говорю, о, так. Дальше мы начинаем вникать во все. И он говорит, мечтаю. Я говорю, по-моему, у меня в коучинге есть парень, который сейчас является очень крупным системным архитектором. Ему прям поднадоело. Но если хочешь, я у него спрошу разрешение, чтобы ты мог с ним как с ментором соединиться, позадать вопрос. Он говорит, очень хочу, Павел. Дальше мы с ним начинаем работать. И вдруг выясняется, что он работает в среднем. Четыре часа в неделю, потому что он как хороший системный администратор, все настроил. Не ломается. Не ломается ничего, да. Я ему говорю, подожди, я правильно тебя понимаю? Чтобы тебе в два раза больше зарабатывать, тебе надо не четыре часа в неделю зарабатывать, а восемь часов в неделю. Он такой, я об этом не думал. Вот. И, значит, проходит там три недели, и мы его спрашиваем, как у тебя дела? Он говорит, я теперь в три раза больше зарабатываю. На три раза? Да, потому что он взял на обеспечение еще в двух местах. Он говорит, спасибо, Павел, у меня окупился тренинг. Он говорит, я в три раза больше. И еще, говорит, вы знаете, и дальше он рассказывает, что с ним происходит, говорит, еще с девушкой познакомилась, еще что-то такое. То есть иногда это какие-то очень простые личности, очень, знаешь, стартовая какая-то форма, но именно они такие, типа, а-а, хорошо. И вот у него там... Знаешь, как в тендерсе не хватает одной, чтобы выбить линию? Да, правильно, да. Вот у него прям вот кнопочка, он такой, а-а, так можно было, короче, в трех местах по четыре часа. Говорит, а я же и правда там сижу, ничего не делаю. Я говорю, более того, ты, наверное, на том рабочем месте, где, короче, должен эти четыре часа сидеть, ты же тоже можешь что-то делать? Он такой, я об этом не думал. Вот, знаешь. Блин, ну прикольные чуваки простые. Реально простые. Очень простые кейсы. На самом деле все просто, мы сами усложняем. Реально просто, да. Поэтому вот эти вот механики, они в раннем возрасте, они очень простые какие-то такие, знаешь, вот, ну, там, больше работы. В позднем возрасте уже происходит вот это вот, ну, признание несостоятельности. И плюс у тебя уже, типа, многокомпонентная система семьи, дети. Да, там уже, знаешь, окреп вот этими нейронными связями, нейропластичность нулевая, то есть я уже точно заранее знаю, как правильно. Вот, а там есть такое правило, либо ты прав, либо ты развиваешься. Вот, а они там полностью правы, за всех уже все знают, за себя в том числе и прогнозировать умеют очень хорошо. Вот, поэтому вот, ну, финальная стадия здесь, начальная стадия здесь. 37 плюс минус 2, это прям вот, ну, пик, когда, да, очень многих. Про нейропластичность. Так ты сказал, что некоторые люди знают сразу, почему нет, что все неправы. Я, кстати, тоже таким чуваком был и таким же, не, шарю, знаю, но я понял, что это суперпроигрышная позиция. И мне, ну, как бы намного проще сказать, что я тут 90% не прав, я послушаю. Ну, я начал собирать такие другие пазлы. Дальше мне казалось, там, вот эти чуваки, там, из определенного отрасли, ну, блин, там, не знаю, инфо-цыгане полные, там, условно, да, то есть кто там инфобизмом занимается. Я начал с ребятами общаться, которые белым инфобизмом занимаются, там, не скалом никаким. Блин, я посмотрел, у них прикольные воронки, которые я могу в бизнесе использовать, у них прикольные модели продаж. Раньше я бы сказал, бля, да я не буду с ними там, типа, общаться. Когда начал с нормальными ребятами общаться из ниши, прикольно. Потом, знаешь, типа, мне фланчики были неинтересны, у меня онлайн-бизнес, это же модно, современно, стильно, молодежно. А потом смотришь, как, там, чувак, там, операционный директор завода, и ты смешаешь общаться, а у них менеджмент еще лучше нашего. Конечно. Там конвейерные линии что-то. И, то есть, лучше быть open-minded человеком и нейропластичным, потому что, мне кажется, в современном мире быть негибким – это смерти подобно. Верно. Что будет, если забить хер на это все? На нейропластичность? Нет. На поиск того, что у тебя прет жизнь, и для чего-то вообще. Ничего страшного не произойдет. Вот хорошая новость. То есть, можно полностью забить на поиски предназначения. В конце понятно. Да. Более того, нормальный человек предназначения не ищет. То есть, это отклонение. То есть, если, например, у меня есть жена. Не то, чтобы она какая-то сумасшедшая или плохо живет. Она вот прям… У нее муж Кочкин. Вот. Она нормально себя чувствует. И при ее внутреннем состоянии она всегда зевает, когда вот я лекции где-нибудь веду. Более того, когда это… Причем… Том она слышала. Она такая… Извини. Так она искренне скрывает. Не может ее тело прям наглядно сигналить, насколько ей интересно то, что меня занят. Вот. И не потому, что она плохо реализована. Большой еще вопрос. Да. У кого отклонение. У меня или у нее. Да. Вот. Она очень наполненная, счастливая, эмоциональная, ну, яркая женщина, с которой живет у нее четверть детей. У нее жизнь просто ярчайшими красками играет. Хоть бы раз она задала вопрос, типа, в чем смысл жизни. Да. Там. Как найти свои таланты. Вот. Никогда вообще. Ничего из того, что я делаю… Таланты. Никогда. Более того, когда я еще какие-то более тонких тем касаюсь. Знаешь, какой-нибудь эзотерики, прокачки какой-то, знаешь, там нюансов. Вот. Я помню йога-дом. Знаешь, как селедки в банке набились люди. Там человек 300 стоят в зале, в котором 200 человек умещаются. Все вот так стоят. Вот. Там где-то не видно Кочкин. Там, знаешь, что-то вещает. Все такие… Потому что слушают. Такое для них очень ценно. Вот. И моя жена сидит, шарики играет, короче, на айпаде такой. Вот. И там кто-то, знаешь, у нее заметил эти шарики и говорит, да вы что? Там вот, короче, Кочкин такая… Да-да, извините, короче. Закрыл какой-то уходит. Значит, на самом деле, ну прям вообще неинтересно. Это нормально. И это не просто нормально. Вот к этому стремиться предстоит. В какой-то момент это описывал Ницше. Так говорил Заратустра. Это маршрут примерно такой. Ребенок-лев, верблюд-ребенок. То есть, сначала ты, как маленький ребенок, наслаждаешься простыми радостями. Потом вот эти вот все социальные статусы. Типа я там, в США все присели, да, вот это вот всем доказать. И я крут, моя территория и так далее. Потом это перестает интересовать верблюд. И ты такой медленный такой ходишь, играешь. Ох уж эти дети, эти львы плавали, знаем. Все в мире старо. Не впечатлило. Да, вот это вот все. Но финальная стадия после познания основ мироздания и все дела – это медитация на базаре. Что это означает? Опять наслаждение простыми очень честными, здоровыми событиями, вещами, эмоциями и так далее. И когда я видел свою бабушку в городе Олексине Тульской области в свои 90 лет, когда она идет еле-еле, потому что ноги болят, спина ей очень тяжело, она так трудом, так тяжело, так аккуратно очень идет. Она держит за руку Платона, который только ходить научился. Он тоже идет, еле баланс там ловит. Он вчера вот еще на коленках позвал, а тут, короче, он идет. И бабушку, короче, держит за руку. И вот они вдвоем идут, оба улыбаются вот так вот. Понимаешь? Большего счастья и большей реализации сложно себе представить. Стоподобно. То есть, один из них, это уже личность, которая прожила всю жизнь, знаешь, там вот, вот ее в своем 90 лет. И она идет и держит за руку правнука. Понимаешь? И это, ну, это достижение. Понимаешь? Максимальная ачивка. Максимальная ачивка. Ну, просто, знаешь, вот прям ядреная такая, знаешь, я могу идти и правнука за руку держать, и она терпит эту боль и идет. Вот. И в этот же момент с такой же улыбкой на лице идет Платон. Вот. Который, знаешь, вот он смотрит на свою там прабабушку, и вот он только ходить научился, и вот они вдвоем идут. Понимаешь? Вот видеть эту картину, это, ну, очень сложно сравнить с, там, улучшил коэффициент в продажах в воронке. Хорошее дело, конечно. Неплохое. Да, неплохое. Но не в этом. Не тот уровень. Не в этом. Не тот уровень, да. Вот. Поэтому вернуться к природе, к вот этим первоистокам, да, осознать себя вот, ну, тем, кем ты был задуман, знаешь, вот, и будучи стаканом, отработать эту банальную, прости меня, эту жизнь стакана, вот, ну, как ни странно, это простая конструкция. Вот. Поэтому, если он стаканом родился и помнит себя стаканом, не задает он вопроса, в чем он предназначен. Сразу понимает просто все. Сразу понимает работу. Как-то все сметчилось автоматом. Именно так. Это натуральное состояние. То есть, если человек задается вопросом, типа, что-то не то в моей жизни происходит, значит, не попал. Значит, не попал. Это сложно, это вот как раз, ну, вот это вот выгорание, да. Это значит, не попал. Не надо заниматься за уши притягиванием поиска в себя. Если ты любишь свою работу, кайфуешь, тебе это драйвит, короче, занимаешься. Занимайся и кайфуй. Да, но если есть звоночки первого, второго этапа выгорания, ты понимаешь, оно будет накатывать до депрессии. Так, да. Вот тогда лучше не тормозить, короче. Иди меняй. Правильно. Иначе это ставки на жизнь, и ты все просрешь, да. А вот если ты тот самый чайный мастер, который вот уже 15 лет, короче, кайфует, и вот он там варит вкусные чаи, там, знаешь, там, на сливках, там, и там, не знаю, на травах, там, и наслаждается, и все людям говорят, вау, обалдеть, мне в кайф, да. И он работает. Ну, так ты живи полноценно свою жизнь и наслаждайся. Я ходил в кальянную на Бутлерова, по-моему, 20-12. Шесть лет мне делал кальян один, кальянчику. Да. И если он, как бы, в этот момент гармонично себя чувствует, да, и, как бы, с уважением, да, и смотришь, ну, ух ты, ну, что ж, очень респект. А я видел докторов, знаешь, там, у меня есть, там, приятель, мой доктор, там, Боря, вот, он, там, двадцать лет, там, в Боткинской больнице, знаешь, там, и я к нему прихожу, и я буду всегда к нему приходить, и я маму приведу, папу лучше к нему, потому что потомственный доктор. Вот, и когда я ему говорю, Боря, а что это не коммерческая клиника, а что ты не возглавишь клинику? Менеджером станешь. Вот, менеджером станешь, именно так. Он такой, слушай, говорит, да, другая профессия, Паша, говорит, я, говорит, знаю, кто такой, говорит, ну, главврач, короче, мы дружим, общаемся, короче, у него своя работа, короче, у меня своя, вот, и он, говорит, тебе может показаться это незначимым, но я потомственный доктор. У меня отец там офтальмолог, у меня мама гинеколог, вот они вот в Кисловодске работают, я здесь, говорит, здесь мой статус, моя реализация, у меня даже коммерческие клиники, только, знаешь, я туда могу сходить, отработать и вернуться назад, потому что здесь вся моя практика, здесь вся моя реализация, вот, и я, говорит, на своем месте. Я смотрю на Борю и понимаю, есть люди, короче... Ну, никаких ему бабок не нужно, там миллионов... Он, конечно, говорит об этом, он говорит, было бы здорово купить там машину получше, было бы здорово, но это опять на уровне нифигово было бы. Нифигово было бы. А отрабатываю я вот здесь целыми днями, и если у человека хватает внутренней осознанности признать, что я на своем месте, и я, на самом деле, осознанно выбрал именно это, вот, то дай бог ему там полноценно наслаждаться и отрабатывать свою, знаешь, там, жизнь по задумке. Кайф зафиксировали. Поэтому, ребята, если у вас все нормально, вы кайфуете, не забивайте себе голову. Да, не надо там, не знаю, делать упражнения, которые вам не нужны. Да. Кстати, у Паши есть наиграм-канал, и в нем есть визуальная карта, как найти дело жизни, которое мы сегодня обсуждали. Поэтому заходите по ссылке в описании, в закрепе она висит, скачивайте и находите свое предназначение. Спасибо тебе за крутую интересную беседу, я надеюсь, что многим это поможет поменять свою жизнь. Мне было очень интересно, полезно. У Паши есть очень много полезной информации про карьеру, жизнь, отношения с семьей, с женщинами. И если вам интересно, пишите в комментах, какую следующую тему нам обсудить, разобрать. И мы обязательно снимем новый ролик. Спасибо, что пришел. Пока. Спасибо. Спасибо за вопросы. Субтитры сделал DimaTorzok Игорь Негода.